я подключаюсь так вопрос как меня слышно у меня микрофон немножко низко висит поэтому мне интересно если хорошо меня слышите ставьте плюс если желательно погромче сделаю погромче будем считать что всех звук в норме дорогие коллеги я сегодня необычный такой вебинар для меня мне кажется у меня все вебинары необычные я хочу поговорить о такую интересную тему которая связана с цифровизацией кто следит за тем что я последнее время рассказывал вы знаете что меня сейчас занимает тема цифровизации и перед тем как мы начнем я быстро вас ознакомлю с планом мы сегодня будем работать в интерактивном режиме то есть я буду предлагать вам время от времени вопросы иногда провокационные иногда обыкновенные насущные вопросы и очень надеюсь что вы в чате будете обсуждать как обычно критика легкий троллинг и про прочий интерактив приветствуется в чате то есть все пожалуйста я очень рассчитываю на наше с вами взаимодействие значит у меня четыре пункта сегодня мы по ним пробежимся первый пункт вспомнить все я предложу мысленный эксперимент если вы смотрели на если вы смотрели на первый слайд там написано что мы начнем с мысленного эксперимента вот это как раз будет вспомнить все вторым пунктом мы с вами прыгали поговорим про новый вариант таксономии блуна блума вариант таксономии блума травкина немножко помпезно звучит но я надеюсь вместе со мной посмеетесь над шуткой затем мы с вами поговорим опять же да опять и снова будем говорить про цифровое портфолио зачем она нужна как она вписывается вот вот в эту картину который попытаюсь изложить мне кажется это актуально сейчас и наконец в завершении мы скажем кратко о цифровой парадигме это такой а цифровой парадигме образования это такой небольшой намек но опять же это мои отчасти умозрительные рассуждения отчасти эта попытка заглянуть в будущее то что нас ждет сейчас попытки перейти на новые стандарты образовательные вы знаете да что у нас новые стандарты стандарты 3 плюс плюс будет в высшем образовании у нас цифровизация происходит о которой мы говорим что это откуда как и почему и вот я думаю что интересно будет в качестве такой небольшой провокации предложить набросок цифровой парадигмы как альтернативы личностно ориентированного компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании на что это такое откуда куда и интересно не интересно это вам согласного со мной не согласны итак начнем с первого пункта значит я предлагаю вам мысленный эксперимент честов александрович пишет где ваш рюкзак замечательности сегодня без рюкзака эксперимент следующий я очень надеюсь что на слайдах видно я старался сделать шрифт покрупнее но при конвертации не очень на всякий случай прочту значит представьте себе общество люди которого с самого рождения имеют вживленное устройство содержащие копию всемирной сети со всем содержимым которые там только есть предполагается что объем данных настолько велик что никто даже не пытается редактировать их во время вживления она то есть вживление в кавычках как бы это не как бы это не происходило копируют как есть вот все что есть в интернете сегодня когда человек родился ему некоторым образом гипотетически в голову переносится и человеку в продолжении его жизни достаточно подумать о то чтобы припомнить то есть представьте о чем-то подумал я тут же припомнил знал не знала но к к вы всплыла в памяти и вот зачем нужно этот нужен этот мысленно эксперимент зачем я его предлагаю я вам его предлагаю для того чтобы подумать в таком контексте на двумя вопросами как мог бы выглядеть процесс обучения в таком обществе и чувака как бы по умолчанию же все в голове есть может быть он еще не думал об этом да но что-то у него в голове уже есть ему достаточно только припомнить и И в какой момент мы можем назвать человека образованным? Потому что он ходит с библиотекой, если его что-то заинтересует, он тут же это вспомнит. Там есть рецепты, какие-то руководства, ролики с YouTube, там есть как что-то делать. Может быть, какая-нибудь трехмерная дополненная реальность, еще что-то. То есть он потенциально все умеет, потенциально все знает. В какой момент мы могли бы назвать человека в таком обществе образованным? Вот интересно, что Игорь Алексеевич сразу же замечает, что в сети очень много мусора. Я специально, коллеги, провокационно вам забрасываю. Да, представьте, что все как есть с мусором, с нежелательным контентом. Мы знаем, какой нежелательный контент есть в интернете. Все это находится в таком искусственном органе, который соединен с мозгом. Это спекулятивно, но представьте, что такая ситуация. Как учить человека в таком обществе? Вот мне кажется, что те, кто образован, особенно по педагогике, и кто помнит, чуть-чуть помнит философию, то увидев слово на слайде, увидев слово «припоминать», сразу же, наверное, подумает о Маевтике и о Сократе. И о Платоне. Платоне. Вот помните, Платон и его мир идей. Что вот все уже есть в мире идей, и человек как бы ничего не придумывает, не изобретает, он как бы припоминает то, что как бы и так есть в мире идей. Там знаменитый в диалогах у Платона есть случай с Сократом, где он разговаривает с юноши необразованным, и тут, припоминая какие-то детали с помощью наводящих вопросов, он, не зная до этого, он в конце концов доказывает сложную теорему. Вот Надежда Павловна пишет в чате. Сначала научить критическому отбору информации, затем применению для решения конкретных задач. А дальше творчество. Вот, коллеги, очень интересно, я же не просто так сказал, да, что человек о чем-то подумал, он тут же вспомнилась. Вот мы сегодня, когда наблюдаем за нашими студентами на паре, или с учениками в школе, мы же обращаем внимание на то, что стоит какой-то мысли появиться или какой-то идеи ученика. Он раньше, вот, допустим, отвлекался, мечтал о чем-то, смотрел в окно, а сейчас он начинает гуглить, тыкать на что-то в социальной сети и так далее. То есть вот эта самая идея, припомните, вот она тут же всплывает. Она сегодня реализована с помощью интернета, к которому ученики обращаются с помощью своих мобильных устройств. И вот эта проблема, как их учить, когда слово какое-то всплыло в памяти, и вот оно тут же. Или еще лучше, тебе кто-то что-то показывает в интернете, ты вот в этом потоке выхватываешь и начинаешь скакать по этим ассоциациям, по ссылкам. Вот интересно, Игорь Алексеевич пишет, в таком обществе обучения не будет, будет хаос. Это интересно тоже. Есть романы фантастов, где описывается ситуация общества телепатов. Люди, которые читают мысли друг друга, у них нет тайн друг от друга. И фантасты пытаются каким-то образом объяснить, что же будет, если люди будут читать мысли друг друга. Возможно ли вообще существование общества в какой-то форме? Будет ли это просветленное общество, просвещенное общество, или это будет хаос какой-то? Ну вот, может быть, будет хаос, а может быть и нет. У нас же пока хаос не наступил, обратите внимание. Вот Галина Ивановна говорит, учить набором терминов или определение их взаимосвязью, а потом ставить задачу. Да, вот интересно, кстати, вот я почему говорю про Маевтику, про Платона и его рассказ о Сократе, который помогал с помощью наводящих вопросов, как бы родиться мысли в голове у его собеседника. Вот ставить задачи, ставить вопросы, я бы сказал, наводящие вопросы, которые помогают припоминать, да, припоминать интересные вещи, которые находятся в интернете. Припоминать одно и не припоминать другое, держать сосредоточенное внимание. Вот, кстати, интересно, мы сегодня будем вспоминать, что в советской психолого-педагогической школе у Гальперина внимание, он определяет как действие контроля. Да, вот тоже вот внимание, что такое внимание, это действие контроля. То есть, когда я шарюсь, как бы образно выражаясь в этой своей базе данных, которая у меня в голове находится, то мне очень важно сохранять внимание. То есть, не скакать по ссылкам, грубо говоря, а каким-то образом целенаправленно припоминать. Да, то есть, вот внимание уже как действие контроля. Что, куда я двигаюсь, какую информацию получаю, как я ее посредую. Но, коллеги, я здесь, на самом деле, говоря, ведя рассказ вот в направлении вот этого цифрового мира идей и дидактики, основанной на такой цифровой маевтике, вот припоминании, да, я пытаюсь подвести вас немножко, сделать шаг в сторону такой технодетерминистической картины. На самом деле, мы сегодня не свободны от технодетерминизма в образовании, потому что технологии очень сильные, цифровые технологии очень сильно определяют всю систему дидактическую. Я в конце об этом скажу, и нельзя игнорировать это. То есть, ну, можно не быть технодетерминистом, и не нужно им быть, я думаю, нужно бороться с таким позывом, все выводить из технологии. Но очень важно не упускать из виду, насколько критично технология оказывается в форме, в, как сказать, насколько критично ее влияние на все категории, на все категории дидактической системы. Так вот, и тоже интересно, вот на этом слайде хочу, чтобы вы обратили внимание. Второй вопрос, смотрите, я говорю как, что, какой вопрос я перед вами ставлю. В какой момент мы можем назвать человека образованным? Вот мы имеется в виду, что вот если бы мы попали сегодня или завтра проснулись в таком обществе, то вот что значит быть образованным? Или еще интереснее, какое значение образованности мы желали бы сохранить, очутившись в таком обществе? Что если нас это ждет, например, вот к понятию образованного человека можно подходить совершенно по-разному. Можно определить его, скажем, как человека-функционера, который знает какие-то, ну вот если мы откроем профессиональные стандарты сегодня, там четко описано обобщенные трудовые функции, конкретные трудовые функции, трудовые действия. Вот человек, который не владеет, он значит образованный по стандарту. Может быть такое определение, а может быть другое определение образованности. Вот что бы мы хотели сохранить от образованности, очутившись в таком обществе? Как это соотнести с тем, как могло бы осуществляться обучение, сам процесс образования в таком обществе? Вот Ичислав Александрович пишет, образован тот, кто создал образ окружающего мира и своего места в нем. Замечательно. Юлия Борисовна пишет, когда он, когда человек образованный, когда он ответственный за будущее планеты, за будущее общество, своей культурной идентичности, без Родины нет будущего, нас продавят сразу же будущее или суверенитет, или Ливия. Политический аспект тоже в понимании образованности. Но опять же, если мы обратимся к наследию той мысли, которая нам досталась от древних, от греков, то там мы знаем, насколько сильно было патриотическое чувство, насколько важно было патриотическое чувство для граждан Полиса. Тоже без этого нельзя. Вот это тоже надо как-то учитывать. Смотрите, сколько моментов, которые для нас важны. Но вот я предложил вам в качестве провокации, хочу предложить вам в качестве провокации набор таких вопросов. Они, конечно, отчасти шуточные, отчасти как бы серьезные, потому что здесь на каждый вариант ответа можно что-то сказать. Вот у меня такие варианты, да, я их озвучу на всякий случай, у кого они очень хорошо видны. Значит, человек образован, если, да, вот в этом обществе, если, такие варианты. Если он родился, да, то есть, ну, ты родился, у тебя в голове это бесконечная библиотека, ты, тебе предложат там что-то сделать, ты говоришь, да, 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 конечно, вот и тут же ты знаешь, как это делать. Ну, вот можно сказать, что человек образован, если он родился. Ну, может быть, подрос, да, чтобы он стал, чтобы у него какие-то моторные навыки развилить более-менее, да, научился говорить и так далее. И вот с этого момента будем считать, что он образованный. Другой вариант ответа. Как только он научился пользоваться, да, научился пользоваться чем? Ну, вот этим протезом знания, мы его так будем называть, этим органом, таким, о котором я говорю в мысленном эксперименте. Он научился им пользоваться, ну, допустим, там каким-то, какая-то степень обладения требуется для того, чтобы ловко, быстро вспоминать, находить, находить нужное в этой бесконечной библиотеке, где множество избыточной информации, много мусора и так далее, как мы говорим, да, находить быстро и вот в нужное время, в нужном контексте актуализировать необходимую информацию и применять ее. Или, может быть, вот тоже интересный момент, смотрите, я вынес. То есть, наделал закладок в своем нейробраузере. Ну, нейробраузер, это я, когда готовил презентацию, думал, как назвать это устройство воображаемое. Ну, закладки, да, то есть, что такое закладки? Человек образован, если он, ну, у него есть какой-то репертуар вещей, которые, вот, интересно, даже вот я немножко отступлю, скажу по-другому. У образованного человека должно быть чувство вкуса. Я считаю, что это обязательный, обязательный аспект образованности, да, что образованный человек – это человек, у которого развитое чувство вкуса. То есть, чувство прекрасного, представление какое-то, какое-то имеется о красоте, о доброте и так далее. И, соответственно, у него опирается, это его вкус художественный, да, в том числе на, на, как это сформулировать, на какие-то образцы, репертуар образцов, которые он 24 часа в сутки, да, там, 7 дней в неделю просто помнит, что вот они у него где-то в актуальном находятся. То есть, как бы можно сказать, что, да, у меня есть огромная библиотека, но в этой библиотеке есть излюбленные места, и вот это устройство, которое вживлено там или встроено, каким-то образом я к нему подключаюсь, оно позволяет создавать закладки. И у меня эти закладки по полочкам разложены, и когда я хочу, скажем, получить удовольствие от каких-то художественных произведений, у меня есть излюбленные произведения, у меня есть излюбленный автор, я каким-то образом для себя это упорядочил в актуальном своих закладках. Или вот может быть тоже интересный момент, другой вариант ответа. Образован кто-то, кто создает свои сайты. То есть недостаточно просто получать удовольствие, жить в такой жизни гидонистической, как разумное удовольствие. Почему бы нет? Человек, который образован, он живет и получает удовольствие той культуры, носителем которой он является. Но хотелось бы, может быть, я думаю, человеку, который жил на свете, оставить что-то после себя. И получается, что мы как можем? Клуб образованных людей, кого мы будем принимать? В клуб образованных людей мы, может быть, будем принимать тех, кто в состоянии создавать свои сайты в этой библиотеке. Не просто копить закладки в голове, а может быть делиться этими закладками, создать сайт закладок Ивана Травкина. Вот что мне нравилось. То есть как-то я их по-интересному оформил, и это оформление даже тех же закладок, условно закладок, оно составило какую-нибудь хрестоматию, путеводитель, какие-то комментарии. И вот я образован, если я в состоянии такие вещи творить в этом глобальном пространстве. Я немножко заговорился, обращусь в чат. Все-таки я вас приглашал поговорить со мной вместе. Что пишут коллеги? Любовь Владимировна пишет, образован, если умеет пользоваться информацией, освоил анализ, синтез, инструменты мышления. Да, вот интересно, это, кстати, анализ, синтез, инструменты мышления. Это все отражено в таксономии Блума, мы сейчас о ней будем говорить чуть позже. Юлия Борисовна пишет, интересное приглашение к диалогу. Юлия Борисовна, пожалуйста, участвуйте в диалоге. Так, для меня День Победы это запах жмыха, цифры это не передать. Да, Вячеслав Александрович, я думаю, что мы сейчас, вот понимаете, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что человек-то, он же, несмотря на то, что, ну вот в этом обществе, я же не говорю, что человек будет жить в компьютере где-то сам по себе. Да, просто у человека будет под рукой все знание, да, все знание всех предыдущих поколений. И он, если не актуализировал для себя это знание, да, по крайней мере, оно ему доступно. Потому что даже сегодня, даже сейчас, вот что принципиально в этом мысленном эксперименте, который я вам предлагаю? Я сталкиваюсь с такой проблемой, у меня студенты сидят на паре, и я вот смотрю, они сидят тут в телефоне все время. И я часто говорю, ребят, ну там вот формула, я ее, честно, не помню, давайте ее сейчас загуглим. И ситуация такая, что вот он сидит, смотрит в телефон на меня, в телефон на меня, и я ему говорю, ну а в чем проблема? Загугли, ты что, не умеешь, ты же делаешь, ты же делаешь-то постоянно. И он не может загуглить, да, то есть вот у человека не сформирован вот этот навык, как бы, вроде бы он носит библиотеку в руке, да, но вот нет вот этого контакта, что я ему сказал ключевое слово, а у него тут бац и всплыло тут же в голове. У него не всплывает в голове, потому что у него вот это, ну не знаю, как это назвать, нет рефлекторной дуги соответствующей. А в моем мысленном эксперименте, как бы эта дуга, она дается от рождения, да, то есть вот в чем разница? То, что вот человеку сказали, скажем, он услышал там слово битхой, да, и у него звучала музыка в голове, да, то есть, ну, или вот вы сказали там день победы, да, или там какой-нибудь слова, слова, вот там даже я произношу день победы, и у меня вдруг в голове всплывает стихи к песне, там, это день победы. Вот так вот это будет работать все. И человек не выключен из реальности, осязаемой реальности, но он эту осязаемую реальность может воспринимать, может быть, немножко по-другому, потому что он включен, да, вот в эту огромную всемирную сеть с помощью вот этого гипотетического устройства. И вот я ставлю вопрос, а как учить, да, вот если смогут одни ассоциации всплывать, а могут другие ассоциации всплывать, могут всплыть, скажем, ассоциации людей, которые резко против патриотизма настроены, которые саботируют государственные праздники, патриотические праздники, да, это же тоже все как бы в интернете есть, и оно тоже может всплыть у человека, когда он какое-то ключевое слово задаст. Так как учить? Как учить для того, чтобы передавать те ценности, те моральные принципы, которые мы ставим в качестве центральных руководящих принципов? Вот я ставлю вопрос. И это ведь не, как сказать, не просто досужий вопрос, потому что вы же ощущаете, да, вот к чему ведет этот мысленный эксперимент, к тому, что это, как сказать, это намек на то, что мы имеем сегодня, и я, собственно, говорю о том, а как учить сегодня, если мы уже фактически имеем, практически имеем вот этот, как сказать, орган, да, только этот орган еще пока что в руке, а не устроен в голову. Но через рекламу, вот он, я думаю, будет через какую-то контекстную рекламу, появляющуюся по, вот, скажем, смартфон слушает человека, человек открывает смартфон, а там появляется какая-то реклама, да, то есть вот все равно вот это ассоциации какие-то, они будут всплывать. То есть вот как вот в таких условиях учить, и когда мы сможем назвать человека образованного? Может быть, человек образованный – это тот, кто научился давить ненужную рекламу у себя в смартфоле, и так настроил рекомендательная система, что у него всплывает нужная реклама, которая рекламирует ему высокие ценности, там, образцы высокой культуры и так далее. Ну вот, я думаю, что можно здесь такую небольшую ремарочку сделать, что вот формальным признаком того, что наш ученик научился использовать вот этот протез знания, может быть быстрое и точное нахождение требуемой информации, когда мы ставим перед ним такую задачу. То есть мы подставили перед ним какую-то задачу, а нам же нужно знать, он обучен, он не обучен, он образован, он не образован. А он тут же может, да, то есть мы говорим Бетховен, и он находит композитора, а не фильм Бетховен, или какого-нибудь рэпера, там, Бетховена, да, там, МС Бетховен. И такое тоже бывает. Вот вопросы, вот что интересно, даже вот вопросы, когда мы ставим вопрос, который требует поиска информации в сети, не надо думать, что это может быть какой-то простой вопрос на знание фактуальной информации. Вопросы могут быть достаточно сложными. Вот, например, проверить факт или определить происхождение информации, зная, что в том же интернете есть множество фейков, или предложить фейк и сказать, это фейк или не фейк, и, а как узнать, если это фейк, откуда произошел, произошла эта информация, какой там был источник. Это тому, то, чему сегодня учит, например, наш коллега Анатолий Шперх. Вот он тоже изобразует иногда примеры, образчики такой сфабрикованной информации, там, плакаты, картинки, еще что-то, или тексты, и предлагает коллегам разобраться вот это происхождение. Так, еще раз в чат посмотрю. Значит, Евгений Юрьевна пишет, что образован, если научил учиться. Научился учиться, да? Так, много текста, сейчас быстренько посмотрю. Проблема составления релевантного запроса. Да, мы идем к этому, как раз релевантный запрос, как искать, да, как искать. И, кстати, сами запросы. Покажи мне, как ты ищешь, я ведь покажу тебе, кто ты есть. Что ты ищешь, да, ну и не только что ты ищешь, а как ты ищешь, я покажу тебе, кто ты есть. Дальше Игорь Алексеевич еще пишет. Текущее предложение Министерства просвещения о создании каждым учителем своего сайта не ваша инициатива. Ну и, нет, это не моя инициатива. Кстати, это очень старая тема, создание каждым учителем своего сайта. Я, честно говоря, скептически к этому отношусь. А главное, многие учителя, не поняв изначально... Я думаю, тут вопрос не в том, нужен ли учитель создавать свой сайт. Я думаю, здесь вопрос в том, есть ли у учителя изначально то, чем он хотел бы поделиться. И он осознает ценность. Именно вот, что у него есть то, чем теперь он хотел бы поделиться. Может быть, не со всеми, но со своими учениками. И тогда, собственно, у него возникает необходимость где-то это выложить. И вот это может быть оформлено в форме сайта или, может быть, странички какой-то в социальных сетях. Не обязательно сайт создавать. Евгения Юрьевна пишет. Так, если научился... Да. Надежда Павловна. Проблема составления... Да, это я читал. Если научился из потока информации выбирать правильную, да. Олег Васильевич пишет. Я опоздал, Иван. А какие... Так, секундочку прокручу. А какие дисциплины читаете студентам? Олег Васильевич, я преподаю математику в Сахалинском государственном университете. У меня на непрофильных направлениях общий курс высшей математики есть. И есть даже профильные дисциплины у педагогов. Педагогическое образование математика и физика я читаю. И у прикладной математики и информатики у меня тоже есть небольшой курс. И спецкурсы. Но, как несложно догадаться, я увлечен педагогикой. Помимо математики. Так, Юлия Борисовна пишет. Позвольте поддержать позицию спикера. Спасибо. Нужно выделять технологическую составляющую. Так, Юлия Борисовна, очень много текста. Я так понимаю, что вы комментируете сейчас. Я ваш комментарий тогда чуть позже прочитаю. Если есть какие-то мысли, пожалуйста, комментируйте, как сказать, формулируйте их кратко в формате твитов. Вот споры, троллинги, обсуждения. Это можно очень развернуто. Там ругать меня можно развернуто. Если вы со мной не согласны, это замечательно. Вот если вы хотите, чтобы я быстро что-то прочел. Коротко, основной мысль тезис, чтобы я озвучил. Так, Вячеслав Александрович пишет. Бетховен, человек, потерявший слух, пишет музыку. Замечательно. Музыка в голове у него звучит. Видите, он уже, может быть, не чувствует запах, но он помнит запах. Вот как вы говорили, что важно чувствовать запах. Так, двигаемся дальше. Вот это устройство, интересно тоже я хотел сказать еще. Я думал, как его назвать. Есть такой термин, постоянно к нему возвращаюсь, называется протез знания. В интернете есть такой сайт интересный, сайт-блог, на котором автор собирает всевозможные интересности из мира технологий. Там искусственный интеллект, искусство, какие-то такие интересные фишечки, которые компьютерщикам будут интересны. И вот сайт этот называется у автора протез знания, простатик knowledge, протезируемое знание. И вот он меня забавляет тем, что у автора на сайте, вот в самой заголовке, в шапке сайта, он такую как бы попытку сделал, немножко в шутку, дать тут же определение. Да, вот протез знания, что это такое? Вот оно написано N, но это known. То есть это существительное, да, протез знания, это существительное. Вот как в словарях пишут, и она обозначает информацию, которую человек не знает, но информация, которой он может иметь доступ в тот момент, когда она ему нужна. А вот интересно, как протез знания, я это не знаю, но если мне понадобится эта информация, я могу получить к ней доступ в любой момент, да, когда она мне понадобится. Вот здесь я интересно хочу сослаться на, хотя мы позже об этом еще будем говорить, на книжку, забыл автор, к сожалению, потом чуть позже могу вам сказать. Называется она «Прирожденный киборг». Я много раз на нее ссылался, это такая тоже спекулятивная работа, полуфилософ, полуантрополога, не знаю, не помню, как позиционирует себя этот автор. На тему того, что мы все, в принципе, киборги, да, все это начинается с истории киборгизации, что такое вообще киборг, как это понятие родилось. А потом говорит о том, что, ну, в принципе, мы же все используем какие-то инструменты, не обязательно их вживлять куда-то там в голову, в руки и так далее. В принципе, мы все подпадаем под понятие киборга, и это некоторым образом подспудно, согласны мы с этим или нет, оно оказывает трансформирующее влияние, действие на то, как мы относимся к знанию. То есть, вот, знать теперь не обязательно знать непосредственно. Достаточно, вот, он такой пример приводит интересный, что вот человек носит на руках часы. Если вас спросят, который, не зная, вот если вам задут вопрос, не знаете ли вы сколько времени, вы можете, вы иногда машинально отвечаете «знаю», и только потом вы смотрите на часы, да, то есть вы еще до того, как вы посмотрели на часы, вы говорите «я знаю». Почему я знаю? Потому что, ну, вот, у меня как бы на руке, и я еще не посмотрел, но я знаю, я вот сейчас посмотрю, и, конечно, я отвечу. Отвечу. И вот автор, интересно, проводит аналогию, рассматривая различия между кратковременной, как сказать, оперативной памятью. То есть, он приводит теории оперативной и долгосрочной долговременной памяти у человека. Различие между ними говорит то, что вот иногда мы же говорим, что мы что-то знаем, но у нас возникают некоторые затруднения. Нам приходится там подумать, напрячься, вспомнить. То есть, мы как бы достаем откуда-то из памяти то знание, которое у нас есть, да, то есть вот точно так же, как с часами. В чем разница? Вот или я потратил время на то, чтобы посмотреть на руку, но это же моя рука, это мои часы, это как бы часть меня, да. Или я сиди, стоял там и думал, да-да-да, я знаю сейчас, сейчас я вспомню, да, ну, как бы то же самое, да, вот эта идея. И вот если эту идею дальше обыгрывать, то почему не может быть от протеза знания, который, в принципе, достаточно удобен в использовании, и я могу на какой-то вопрос ответить, да, конечно, я знаю, сейчас я и щелк, и у меня с помощью вот этого устройства тут же в голове информация, откуда это досталось. Информация, ну, тут есть разница, конечно, если говорить, разница между информацией, которая лежит в долгосрочной памяти, я ее один раз опосредовал, положив в долгосрочную память. А информация, которая будет поступать с помощью вот этих устройств, она как бы, она ни разу еще опосредована не была. И мы, собственно, и говорим о том, что такое образованный человек. Так образованный человек, который научился быстро опосредовать информацию, доставая ее, да, вот можно еще и так это сказать. Хорошо, идем дальше. Протез знания, я озвучил, да, вот это устройство, назовем его так. Здесь интересным будет вопрос о том, хорошо, если мы понимаем, что есть какое-то устройство, мы придумали ему название, мы пытаемся заглянуть в будущее, и нам интересно, как оно устроено, да, как устроен протез знаний, как он работает. И важно, что это не просто досужий вопрос, да, протез знаний, как он мог бы быть устроен. Это, вот этот вопрос, да, это интересный вопрос, в котором содержится постановка задачи о требованиях, которые мы должны выработать к информационным интерфейсам в цифровой образовательной среде. Вот подумайте еще раз. Это по сути, да, вопрос о том, как мог бы быть устроен этот протез знаний, это задача, да, мы ставим задачу о выработке требований к информационным интерфейсам в цифровой образовательной среде. Мы сегодня говорим о том, что создается образовательная, цифровая образовательная среда, там будут, я чуть позже даже скажу, что я предлагаю информационную образовательную среду концептуализировать с точки зрения интерфейсов всевозможных, которые посредуют взаимодействия между учениками, между учеником и учителем, между учителями и так далее. И вот должны же предъявляться какие-то требования к этим интерфейсам, особенно к интерфейсам, через которые поступает информация. И вот, собственно, протез знаний, что это такое, как он мог бы быть реализован. И вот я вам предлагаю варианты, чтобы подумать над ними. Это просто вариант как бы гугла, такой-то окошка гугла, которая светится в голове, если закрыть глаза, она вот под веком, там, под левым или правым веком, не знаю, она сгорит, приглашение, поиск в гугле, или там Яндекс найдется все. Да, там левый глаз Яндекс, правый Гугл. И можно искать одновременно. То есть это просто связанная свалка, гипертекст, основанные, то есть ассоциации какие-то основаны на гипертексте, и поисковик встроенный, когда достаточно подумать о слове, и там что-то в голове начинает щелкать какие-то поисковые варианты. Или, может быть, в первую очередь это какие-то энциклопедии, словари, профессиональные медиатеки. Потому что если бы мы хотели бы вживлять в кухну какую-то весь интернет, то, может быть, мы хотели бы, чтобы лицом этого интернета были энциклопедии, словари, и там профессиональные медиатеки. Или, может быть, это веб-3.0. Веб-3.0. Но вот здесь интересно, если обращаться к коннективизму, я долгое время был и остаюсь в некотором смысле адептом коннективизма. А коннективизм, если говорить о его корнях с точки зрения психологических теорий познания, психологических теорий учения, знаний, учения, то он адресует к ассоциативно-рефлекторной теории. Вот ассоциации, то есть знания, оно в голове, в психике представлено в форме ассоциаций. То вот мы в голову помещаем вот этот интернет, и это могут быть просто ссылочки, гиперссылочки, когда мы по ним щелкаем, а может быть это вот веб-3.0, когда это не просто ссылки, а там есть какая-то структурированная, стандартизированная семантика, и это, собственно, упрощает навигацию. То есть он Битховен, Битховен, это музыка, это композитор, это рейпер. То есть вот когда я четко вижу, они просто там щелкают по ссылкам, там открыл, там, о, Битховен, там фильм Битховен. Или может быть, вот смотрите, еще такой вариант я предлагаю. База данных с различными способами индексации и гибким языком запросов. Вот когда мы говорим о способах индексации, вот интересная книжка, я ее рекомендовал, язык новых медиа, Лев Манович, автор. Он там говорит про логику базы данных, и очень интересно он перебирает. База данных какие бывают? В базе данных это не просто данные, это данные, которые, может быть, они, базы данных бывают очень различными по структуре, может быть, они и не сильно структурированы, но они определенным образом индексируются. Что такое индексация? Чем вообще отличается база данных от архива? Архив это, грубо говоря, свалка, в которой прилагается какой-то список, чтобы не потерять, что там в архиве хранится. А база данных это обязательно архив данных, подготовленных для извлечения, быстрого извлечения, очень важно, быстрого доступа, быстрого извлечения данных. И у базы данных есть вот этот индекс, который позволяет искать. Если мы говорим о базах данных, есть, например, географические базы данных, которые, ну вот когда мы пользуемся, скажем, геоинформационными системами, там картами, допустим, я ввожу название там лувр, да, и интернет, система, интерфейс, допустим, карт, должен быстро определить, лувр, что за лувр вообще. Лувр это какой-нибудь, какая-нибудь забегаловка в Южно-Сахалинске называется лувр, да, или лувр это во Франции, в Париже. А ведь и то, и то, может быть, мне интересно, да, мало ли что еще. И база данных, которая хранит информацию о этих объектах, она, используя и специальный индекс, да, то есть систему организации этих данных, она определяет, что вот есть такое, 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 а мне ближе всего по расстоянию то-то и то-то. И, ну, то есть, например, если я нахожусь в Южно-Сахалинске, значит, лувр это, в смысле, скорее всего, какая-то забегаловка, особенно если я нахожусь недалеко от нее, наверное, можно предположить, что я ее ищу. А может быть, да, может быть. Судя по тому, что я искал вчера-сегодня в интернете, лувр, имеется в виду, это тот самый лувр, да. И, а это же нужно как-то сочетать, это нужно же там учитывать. И вот хотелось бы, чтобы база данных, которая помечена у меня в голове, она вот шла вместе с этими сложными индексами. А индексы, это еще вот, если это база данных, там может быть язык запросов. И мы снова возвращаемся к вопросу о том, что человек образованный, это человек, который понаделал у себя закладок в голове, или человек, который наформулировал запросы, да, то есть у него репертуар вот тех культурных объектов и ценностей, к которым он регулярно обращается, они сформулированы как какие-то запросы, которую он может вводить в системе, которая отвечает на эти его запросы. Или может быть что-то еще, процесс знаний, как он будет реализован. Тоже очень интересный вопрос, потому что мы сейчас, как я говорил, будем создавать цифровую образовательную среду. Хотелось бы, чтобы это было не просто... Вот помните единое окно ресурсов на сайте еду.ру? Ведь там же просто свалка была с окном поиска. То есть там, конечно, была какая-то каталогизация, организация этих ресурсов. Там очень много полезных методических и учебных ресурсов. Но по большому счету она производила все эти федеральные порталы, производит впечатление свалки. Хотелось бы, чтобы цифровая образовательная среда не была просто свалкой, а была вот такой интересным протезом знаний, который поддерживает возможность создания каких-то запросов обучающимся, сохранения этих запросов, чтобы мы могли посмотреть, вот такой-то и такой-то ученик, он вот такие запросы вот так формулирует. И он ими пользуется с такой-то регулярностью. И вот вам уже формальный признак того, там образован, не образован, уже какой-то идет аутентичная оценка. Аутентичная оценка, мы движемся к портфолио. Поэтому я говорю об этом. Или может быть что-то еще, коллеги. Вот что-то еще вам приходит новым или нет? Ну, думаю, я много говорю, поэтому я, чтобы не отставать от графика, переключусь дальше. Если у вас что-то в голове щелкнет, пишите в чат. Вот здесь на слайде приведена иллюстрация к рассказу Борхеса «Бабилонская библиотека». Вот интересная книжка у меня лежит на столе. Называется «Искусство говорить о книгах, которые вы не читали». А, «Искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали». Но я не буду сильно вдаваться в подробности. Автор, ну, это, конечно, шуточное название. И сама книжка, она, как бы, немножко в таком шуточной манере написана. Автор, серьезный литературовед, он говорит о том, что, естественно, вот если представить сегодняшнюю культуру, как собрание книг, которых написано очень-очень много, то образованных людей, которых нас окружает, очень-очень много, они каким-то образом друг с другом умудряются говорить, находить какие-то общие точки соприкосновения. А мы, когда оказываемся среди этих людей, мы понимаем, что каждый из них читал какие-то книги, наверное, очень много. Каждый из них читал какие-то разные книги. Вот, а я, наверное, ничего не читал. И мне очень хочется говорить с ними о тех книгах, о тех ценностях, которые они разделяют, то, что им интересно, и не казаться при этом дураком и идиотом. То есть тоже казаться сойти за образованного человека. И вот он предлагает такую, делает попытку объяснить, а как вот можно было бы, скажем, настроиться не на то, чтобы прочитать все, что есть в этой бесконечной библиотеке, да, настроиться на то, чтобы прочесть лишь самое важное, выбрав то, что вот мне будет интересно, то, что мне будет наиболее близко, и иметь при этом возможность говорить обо всем, обо всем иметь какое-то суждение. То есть, может быть, не читать книги, у меня в конце очень интересная идея, вы можете не читать сами книги, но вы можете посмотреть фильм, вы можете послушать произведение какое-то, которое написано под вдохновением, созданным этой книгой, послушать, что другие говорят об этой книге, и быть как бы в курсе, да, то есть, быть, погрузиться в эту культуру. Вот тоже интересный подход, да, к тому, как быть образованным, не прочтя все, но имея обо всем какое-то минимальное представление, или имея представление о том, как формировать у себя быстро представление, о том, о чем требуется сформировать представление. Ну вот, я думаю, это тоже такой интересный показатель образованности человека, интеллектуальности человека, да, потому что есть понятие образованности, есть понятие интеллектуальности, как вот у меня есть в Инстаграме интересный фрагмент, я его вынесу у себя в профайл, кто знает меня в Инстаграме видел, там, интересно, очень Лихачев говорит об интеллектуальных людях, Он тоже в интервью рассказывает, что можно быть необразованным, но можно быть просто интеллектуальным человеком. То есть человек, который, как сказать, выработал определенный способ смотреть на культуру, иметь какие-то суждения и так далее. Образованные люди понимают, о чем я пытаюсь сказать. Хорошо, вот мы с вами перемещаемся сейчас плавно к тому, чтобы начать говорить про таксономию Блума. Вот она врывается в наш доклад ни с того ни с сего. Ну вот, коллеги, таксономия Блума вынесена в заглавие, в тему моего доклада, моего выступления. Но я хочу вас немножко удивить. Это может прозвучать неожиданно, но у меня сегодня нет цели говорить о таксономии Блума как таковой. Я обращаюсь к ней на самом деле по двум причинам. Во-первых, она у всех на слуху, хорошо это или плохо, но не знаю, мы живем в таком американизированном мире. Вот в каком бы стране мира мы не жили сегодня, мы живем как бы так или иначе в Америке. Есть Соединенные Штаты Америки, есть Неприсоединенные Штаты Америки. Все остальное, живя в Неприсоединенных Штатах Америки, в Америке мы вынуждены теперь уже не своей педагогикой интересоваться, а все время там Блум, Блум, кто такой этот Блум? Ну я думаю, что многие знают, кто такой Блум и что такое таксономия Блума. Вот она у всех на слуху, это первая причина, по которой я обращаюсь к ней. А другая причина, она действительно удобна для нас сегодня, чтобы поговорить, вот по крайней мере в рамках той тематики, которая меня интересует. Почему? Потому что таксономия Блума, вот она здесь как пирамидка организована, четко звучит знать в значении быть способным помнить и воспроизводить в точности. То есть помнить, воспроизводить в точности. Причем такое знание у Блума, оно положено в самое основание его уровневой иерархической структуры. Потому что таксономия это же иерархическая структура. Вы смотрите, у него каждый уровень, он, как сказать, классифицирует цели, которые педагог может поставить перед собой в обучении. То есть он ставит цель, чтобы учащиеся что-то знали. Или на следующем уровне, чтобы учащиеся что-то понимали. То есть у него в таксономии предполагается то, что невозможно что-то понимать, если ты предварительно это не знаешь. То есть это иерархия. А если ты что-то не понимаешь, не знаешь и не понимаешь, ты не можешь это применять. То есть у него есть уровни знания, понимания, применения, анализ. Вот в обновленной версии, вот есть версия таксономии Блума 1.0, 56-го года. Есть обновленная, вот тут на схеме показано, что они поменяли, 2001-го года. Я сегодня еще скажу вам про таксономию Блума 3.0 от Ивана Дравкина. То есть моя версия. Как сказать. Вот важно понимать, что у него это иерархия. И я хочу поговорить, что если знать, знать именно в смысле помнить. Потому что мы же по-разному можем подходить к трактовке понятия знать. Вот я вчера со своими студентами разговаривал. Я говорю, ребята, как вы понимаете? С программистами я у них спрашивал. Говорю, вот знать это что такое? Знать это в смысле просто помнить или иметь информацию? А нет, я у них спросил не так. Как знания передают просто, как информацию загружают в голову? Или знания формируют? И, конечно, у всех представление такое, что знания формируют. Мы сегодня будем говорить о том, что знания это как бы знания формируются. Их можно рассматривать даже как обучение. Не просто как информационный процесс. Обучение как вычислительный процесс. Что есть некий вычислитель, это голова человека. Если мы такую когнитивную теорию. Голова как компьютер. То есть она вычисляет что-то, вычисляет. И результат вычисления. То есть нас интересует не просто ответ на выходе. Нас интересует состояние, в которое пришла вычислительная система. Голова в результате этого произведенного вычисления. И вот у всех представление о знании именно как о том, что формируется. Не просто то, что я знаю, мы загрузили в голову. То, что я формирую. У Блума очень важно, часто это упускают из вида те, кто пытается пользоваться таксономией Блума. У Блума знать это именно помнить. Мне сказали, я это заучил, запомнил, я знаю, если я помню, я воспроизвожу в точности. А не то, что что-то он умеет, но просто знаю, воспроизвожу в точности. И что будет, если знать, помнить в точности перестанет быть необходимым? Не в принципе, не вообще, а в качестве цели обучения. То есть в качестве конечного результата обучения на некотором этапе развития системы образования. Мы пришли к тому, что зачем что-то помнить, какие-то факты, если их можно всегда загуглить. Я же не дурак, я понимаю, как я умею интерпретировать. Я могу что-то не знать, какие-то детали, но это не страшно. Меня научили сразу понимать. Не знать учили, а меня учили сразу понимать. Нам важно понимать, что, я еще раз это проговорю, что у Блума знать, как помнить непосредственно, загрузили тебе в голову, ты помнишь, чтобы от зубов отскакивало. У него это знать включено в остальные уровни. Они настраиваются над этим знать. И я хочу показать, ну хотя бы попытаться показать, что сегодня для нас имеет смысл думать над тем, вот поставить вопрос, как учить сразу понимать, не зная. То есть я учу сразу понимать, интерпретировать информацию, не приводя весь корпус вот этой информации, которую обычно мы выливаем на учеников. Я хочу сразу интерпретировать. Может быть, мы не согласны будем с этим, а может быть, наоборот. То есть можете спорить со мной, я только за, потому что я на самом деле колеблюсь. И не то, чтобы я... Вопрос даже не стоит о том, какую позицию я выберу. Вопрос стоит о том, как ставится вопрос. Интересно, интересно. И мне кажется, важно думать и над тем, и над тем, что нет, важно заучивать что-то. Нет, заучивать больше не важно. Если есть смартфон в руке, можно загуглить. Но главное, чтобы не гуглили тогда уже наши ученики. Потому что, я же говорю, есть какой-то паралич такой, цифровая тупизна. Когда у него в руках смартфон, я ему говорю, ну, введи ты ключевое слово. Ключи там, окей, гугл, привет, Сири, сказать. Тут тоже вот я... У меня, честно скажу, проблемы всегда были с тригонометрией. Я многие формулы не помню. Я ему говорю, ну, скажи, скажи в свой телефон. Просто не можешь печатать руками, скажи в телефон. Синус суммы, да, или там сумма синусов, там сумма косинусов. Тут же он находит, я говорю, ищите в картинках. Я перестал приносить распечатанные таблицы, потому что я говорю, таблицы есть в гугле. Я их научу, говорю, вот гуглите, гуглите. Или тут же в группу им сбрасывают. Но они же все равно все в интернете сидят. Они на паре сидят и в чатах. Я говорю, вот я вам сбросил. Открою, посмотри, таблица. Ищется справочный материал, да, ищется там, допустим, таблица, там функции Лапласа, да, теория вероятности. Она ищется, или там критические точки студента, они ищутся. Я говорю, ищите сразу в картинках гугла. Это даже не текст мы ищем, да, не какую-то страничку. Мы ищем просто тупо картинку, да, то есть уже на каком уровне, да, то есть ключевое слово, бац, что-то перед глазами всплывает. Вот мы уже этому учим. Не надо это запоминать. Это всегда можно найти. Вот вам на слайде таксономия Блума 3.0. Да, но я здесь в шутку немножко так написал, что как бы подстрочник сделал, как будто бы есть публикация. Но на самом деле есть действительно публикация. Есть вебинар, который был в рамках цифровой школы в 2017 году осенью. Это фонд Рыбакова проводил. Я к ним примкнул и провел несколько вебинаров. Там видеозапись есть. И чуть-чуть позже я покажу на следующем слайде картиночку из этого вебинара, который я проводил. Можно найти и посмотреть. Эта идея у меня не новая. Я ее уже обкатываю полтора года, наверное, про то, что будет, если мы начнем строить пирамиду сразу с понимать. Вот мы зачеркаем уровень знать. И он поглощается в уровне понимать. И там что-то интересное начинает происходить. А что интересно начинает происходить? Как можно концептуализировать обучение, цель обучения, если мы начнем сразу с понимания, которое поглотило знание. Знание, которое дается бесплатно с помощью цифровых устройств. А я это называю распознавание образов. Вот внизу четко написано ссылка дана. Вот вебинар, который был в 2017 году. Он так назывался. Учение, распознавание образов. Вы можете открыть, послушать. Ну, я подробно все объяснять не буду. Я просто скажу, что вот интересная цитата, которая меня всегда занимала. Это цитата Исаи Берлина. Она звучит так. Понимать – это значит воспринимать паттерны. То есть, понимать – значит воспринимать образы, если по-русски звучит. По-английски интереснее звучит. «To understand is to perceive patterns». Слово «паттерн» вообще по-разному переводится. Но мне нравится его переводить, как воспринимать образы. То есть, человек, который понял что-то, он воспринимает образы. В каком плане? Вот я скажу. Если я что-то понял, какой у меня критерий, какой критерий я вам предлагаю. Человек, который понимает информацию, он в состоянии эту информацию узнать. Узнать, когда он ее будет искать. То есть, мне не обязательно запоминать, но я понял. Вот со студентами вчера разговаривали, я говорю, что происходит с человеком, когда он запоминает информацию. Невозможно просто… Ну, как бы дурак, который заучивает просто, он наизусть не понимает, что он заучивает. Нас не интересует. Нас интересует человек, который запомнил. А когда он запоминает, он неизбежно вынужден понять. Потому что невозможно запомнить, действительно упаковать в голову полезную информацию, если ты ее не понял, неопосредовал. Вот как раз вот опосредование, оно и заключается в том, что человек выделяет… Вот если говорить в терминах нашей отечественной педагогики, человек выделяет какую-то ориентировку. Ориентировочная основа действия у него там есть какая-то ориентировка, по которой теперь уже человек в интернете сможет всегда эту информацию найти. И я когда со своими студентами разговариваю, я им даю ключевые слова. Я им говорю, что чтобы вот это найти, вам нужно использовать вот такое ключевое слово. Запомните вот это. И вы поэтому всегда сможете найти. То есть понять, понимает человек, если он узнает образы, воспринимает образы, то есть он может вот эти выделить ключевые слова. Когда мы говорим про ориентировочную основу действия, помните, там же включено еще действие контроля у Гальперина, то есть он еще и внимание, вот внимание и действие контроля. Если он понимает, он в состоянии сформулировать поисковый запрос. А поисковый запрос, что такое? Это как раз описание, ориентировка для образа, который человек воспринимает. Вот если обратиться к, не знаю, может у кого-то на слуху, есть такое понятие pattern matching, по-английски pattern matching, то есть сопоставление с образцом. То есть pattern это еще и образец, не просто образ, там образец. Тут речь идет не просто о сопоставлении с образцом, а именно о восприятии. Потому что восприятие, я вот обращаюсь к тем, кто помнит психологию хоть чуть-чуть, ну я как раз ее чуть-чуть помню, что вот чуть больше приходится гуглить. Восприятие сложная функция, да, то есть это не просто вот там что-то где-то в голове с каким-то образцом сличается. Есть очень, очень, психология очень интересные, остроумные эксперименты с обезьянами описаны, да, которые показывают, что даже у животных, у высших животных, у них и восприятие как психологический механизм, он решает очень сложные задачи, там не просто сопоставление с образцом. А я говорю, когда восприятие, я имею в виду, что это сознательно, да, то есть человек воспринимает, он именно в состоянии дать какую-то углума, углума, там же сказано, сформулировать своими словами, а мы в смысле сформулируем своими словами, сформулировать своими ключевыми словами, чтобы найти, да, чтобы найти и показать то, что, показать операционной системе, я понимаю, что я ищу, вот найди вот это. А поисковая система, у нее есть свои какие-то индексы, да, которые вот упорядочивают информацию, она ему говорит, да, я поняла, что ты понял, и вот, вот, посмотри, что ты понял, да, то есть она тут же выступает как критерий, ты вот так вот понимаешь, вот, вот посмотри, как ты понимаешь. А интересно то, что в интернет избыточная база данных, там много информации, там много мусора, надо же правильно понимать, еще и так понимать, чтобы ограждать себя от фейковой информации, ограждать себя от плохих источников, источников, в которых приводены плохие, неинтересные примеры по математике, да, если я хочу что-то помнить и знаю, что я могу забыть, я там знаю, что вот есть группа каких-то страничек, на этих страничках желательно, да, если я буду снова искать, не факт, что я найду ту же страничку, но мне бы хотелось бы найти страничку, на которой были бы вот такого плана примеры, да, то есть, и вот это все должно выйти в мою, в то, что я буду воспринимать, да, вот в мой образец, который я воспринял и могу сформулировать. И что интересно, интересно то, что там же, да, вот, чтобы не нарваться на ненужную информацию, там страница, на которой куча рекламы, ничего по факту нету, действие контроля, да, оно все туда же зашито, это будет интересно. Действие контроля, это внимание, да, вот, в Кальперинской школе внимание, он его так концептуализирует. Интересный вопрос, смотрите, провокация, но у нас время подходит к концу, я хотел немножко больше, болтаю много. Коллеги, давайте вот вам вопрос. Репродуктивные методы в обучении, они, ну, их нужно оставить в прошлом, если мы приходим к такому будущему, или их нужно использовать как ранее? Должен вообще человек что-то помнить своей головой или нет? Или, может быть, надо как-то по-другому поставить вопрос, вот, как вы думаете? Давайте проголосуем. Нужно оставить в прошлом отказаться, радикально, да, вот, давайте так, мы откажемся от репродуктивных методов обучения, у нас будет только, там, проблемные, там, поисковые, исследовательские, или у нас там будут исключительно, там, интерактивные методы в обучении, или нам нужно оставить репродуктивные методы обучения, когда преподаватель читает лекцию, как вы думаете? Кто за лекцию? Поднимите руку. Классическая лекция, вообще без интерактива, кто считает, что они нужны? Ну, можно плюсик поставить, я думаю, что, как сказать, никто никого не назовет отсталым, если вы залегнули. Ну, ладно, пока вы думаете, я скажу. Значит, я считаю, что репродуктивные методы с одной стороны, вот тут на каждый вариант ответа можно привести аргументацию, и я готов защищать репродуктивные методы, что их нужно оставить в той форме, в какой есть. Почему? Потому что, вот помните ремарку, которую я сделал про репертуар книг, которые действительно необходимо прочесть, чтобы быть способным успешно говорить о книгах, которые я никогда не читал. То есть, что-то, в принципе, мне нужно действительно знать, выучить наизусть. Вот это очень важно, я считаю. То есть, должен быть репертуар зазубренных наизусть образцов. А кто этот репертуар предложит, если не учитель, который, используя репродуктивные методы, то есть, организуя обучение таким образом, что ученики просто повторяют за ним, кто, если не учитель, который практикует репродуктивные методы в обучении, это сделает. То есть, репродуктивные методы нужны. С другой стороны, что-то необходимо оставить в прошлом, потому что нет необходимости выливать на учащихся, обучающихся, как мы теперь называем, огромное, как сказать, огромный объем информации, которые, как сказал Герман Греф, мультиплицируются. То есть, такие страшные слова. Зачем вообще мне эти слова? Герман Греф, как мы знаем, сейчас занялся. Хорошо ли это или плохо? Я не даю здесь оценку. Каждый сам это посмотрит и подумает. Герман Греф занялся сейчас как раз цифровообразовательной средой. Он говорит то, что слишком много всего мультиплицируется, не надо много информации. Действительно, не нужно грузить учеников, требуя от них запоминаний наизусть. Но они должны наизусть помнить что-то. А что они должны помнить? Коллеги, я думаю, что все то, что мы связываем с ценностями, с нашей системой ценностей, это и есть то, что необходимо прописать наизусть. То есть, испечрить сердца наших учеников, чтобы у них там было написано что-то. Что есть хорошо, что есть плохо, что я люблю, что я не люблю, что мне нравится, что мне не нравится. Это очень интересно. По поводу вкуса, развития художественного вкуса, и образованности сказано в речи о педагогике у Николая Лобачевского. Если вы, замечательная речь, ее потом к ней еще в комментарии писал академик Александров, вот речь Лобачевского о педагогике воспитания будущих поколений. Он говорит, что очень важно, чтобы у учеников, у студентов развивался вкус. Хотя Лобачевский был математик, но он был не чужд вот этих насущных проблем общества, культурных каких-то таких вопросов. И важно, чтобы у учеников развивался вкус. То есть, в первую очередь, а он как говорит о вкусе? Он говорит то, что у человека, который развивается вкус, он понимает, что вот это мне нравится, это мне не нравится. Я со своими студентами, когда общаюсь, у них сейчас такая проблема, нынешнего поколения, они толерантны, толерантны в плохом смысле. В том смысле, что вот если какой-нибудь чудик отжигает какую-то, делает какой-то отжиг, то есть, он какую-то странность вытворяет, то надо сказать, надо думать, надо думать о нем так, что это нормально, кто я такой, чтобы его судить, давать ему оценки. Понятно, что человек образованный, человек с развитым художественным вкусом, когда он видит такого чудика, он может быть скажет то, что ну, это не фу, это не искусство, что он делает, да, то есть, это, ну, конечно, он может сделать все, что хочет, но я-то тоже, как бы, как человек образованный могу и хочу дать ему оценку и сказать то, что это не искусство, это чушь собачья, это, как говорит очень интересный доктор философских наук Макаров Андрей Иванович, он говорит, ну, ведь это же гребаный стыд, то есть, русский рэп, ну, ведь это же гребаный стыд, а мои студенты говорят, а кто мы такие, чтобы давать оценки? Понимаете, вот человек с развитым художественным вкусом, он скажет то, что это плохой вкус, это низкое, да, это низкое искусство, это низкое, фу, я это не буду, а ребята, вот я, в чем проблема, я смотрю, у них не развивается художественный вкус, то есть, тут есть ребята, вот для меня это парадокс, я говорил и буду говорить об этом всем, кому, кто меня услышит, что парадокс, человек ходит в художественную школу, он не просто имеет образование, то есть, например, человек заканчивает художественную, не художественную, допустим, музыкальную школу, раз уж мы говорим про русский рэп, он, у него там есть музыкальная литература, у него там история есть, Он не просто слушает классическую музыку, он ее исполняет. И при этом он слушает русский рэп. То есть как так? Человек, вот я, например, закрывая свои пробелы в своем художественном образовании, развивая свой художественный вкус, я восхожу по лестнице вот этих своих предпочтений, понимая то, что вот это мне нравится, вот это мне больше не нравится. А у них происходит накопление вот этого кучи мусора, и у них нет вот этого поискового запроса, у них нет эстетического запроса, то, что я хочу, я хочу вот это, что-то то, что я раньше хотела, но оно никуда не девается, ну как же так, ну человек вырос, пора вырасти из русского рэпа, пора вырасти из аниме, пора вырасти там из каких-то дурацких фильмов, сериалов, сериалы Netflix, кто их смотрит вообще, это же чушь, это жвачка. Когда мне вот говорят то, что вот ты должен посмотреть черное зеркало сериал, и начинают его пересказывать, ну это же просто жвачка, которая основана на пережевывании очень каких-то интересных ключевых мысленных экспериментов, которые описаны в книгах западных американских фантастов и американских философов, например, того же Дэниела Дэннета. То есть, ну я-то их читал, как образованный человек, зачем мне тратить часы на просмотр сериала для домохозяев, где-то все то же самое разжевывается, да, то есть человек образован должен понимать это, он должен двигаться, а вот как бы не двигается, да, то есть репродуктивные методы, вот как раз я считаю, они имеют целью какие-то вещи вот выжигать, да, выжигать в сердцах, в голове у нашего будущего поколения, а все остальное, то, что там обычно мы пытаемся втиснуть, им засунуть в голову, оно само, когда мы учеников подготовили, да, какие-то ценности у них сформировали, научили их формировать запросы, оно само у них будет выстреливать из этой огромной базы данных, если они знают, что там искать, если они умеют знать правильные вещи, они хотят знать интересные правильные вещи, а вот как бы то, что соответствует низкому вкусу, оно проходит мимо, да, то есть вот русский рэп это фу-фу-фу, как говорят, как говорит молодежь. Вот отвлекусь в чат, Евгения Юрьевна пишет, думаю, любые знания проверяет и оценивает практика. Да, практика, но, коллеги, не только практика, потому что если мы говорим о каких-то эстетических вещах, они ведь непрактичны, они не для того, чтобы зарабатывать деньги, не для того, чтобы, не знаю, палец перебинтовать, они для того, чтобы просто получать от этого удовольствие. И образованный человек самодостаточен, понимаете, у меня может не быть денег, но я ведь уважаю себя не из-за того, что у меня есть деньги, как говорят, если такой умный, почему такой бедный. А я потому и бедный, что мне не нужны эти деньги. Я люблю себя, я потому что получаю удовольствие от каких-то вещей, которые человек, который зарабатывает деньги постоянно, он не понимает, что вот остановись, зачем ты рвешься. Есть же люди, которые находятся не на грани выживания, а люди, которые строят свою жизнь таким образом. То есть это вопрос уже о ценностях, о том, как прожить свою жизнь. И дело-то в том, вот как в начале, я, по сожалению, забыл, кто это писал, что такой вот мир, где человек постоянно имеет доступ к интернету в голове, он превратится в хаос. Он превратится в хаос у людей, которые не, как сказать, не имеют сформированную систему ценностей. Который 24 часа в сутки, все и сразу в этом интернете, он бегает, скачет по ссылочкам, и у него нет различия между русским репом и бетховеном. Ну, не только русским репом, я любой реп не воспринимлю. Ну, скажу, что есть интересные очень вещи, действительно, которые как реп представлены, но это отдельные вещи, конечно, они интересны именно потому, что там есть что ценить, а массовое исполнение это не то, что нас интересует. Хорошо. Юлия Борисовна пишет. Большие вызовы для России. Вызовы не только для России, они вызовы вообще для всех. Молодежь – критически важный вопрос для развития России. Молодежь – критически важный вопрос для развития вообще всех. Всех и любой страны, любого общества. Можно даже не о стране, не говорить о национальном государстве, можно говорить об обществе, глобальном обществе, потому что, ну да, есть национальные государства, но даже если вознестись над ними, сказать, а вообще мир-то куда идет, куда мы катимся? Юлия Борисовна еще пишет Многое будет зависеть в России от того, на чьей стороне будут Дуровы Ну, не знаю Наверное Не только Дуровы У нас много интересных фамилий есть Значит, у меня тоже мысль витает Пишет Елена Ивановна Евгения Юрьевна пишет Создать человека может что угодно Из чего угодно Ему нужны навыки Для навыков нужна практика Остальное, как получено, не важно Можно научиться на примере другого человека А может быть человек на экране телевизора Или рядом с тобой другой вопрос Да, коллеги, ну вот очень важно, чтобы люди нас окружали Потому что цифра цифрой Но человек, который Вот одно дело смотреть пример очень хорошей профессиональной лекции Записанной, я за Зачем вообще каждый раз читать одни и те же лекции Если можно смонтировать, записать Замечательную лекцию Нам нужны, может быть, не лекции, нам нужны семинары А семинары-то не просто вы раздали задания Там что-то где-то они почитали При которой доклады пришли, их прочитали вслух Зачем читать их вслух? Давайте они запишут их в аудиосообщениях В WhatsApp и скинут Мы их включим, прослушиваем, поставим и оценки Почему бы нет? Да, то есть Звучит смешной абсурд, но ведь это так и есть Да, чем отличается, скажем Да не приходите на пару Запишите там голосовые сообщения Скиньте, я прослушиваю, вам баллы поставлю То же самое Напоминает же даже семинары, правда? А семинары же не так строятся Вы дали набор вопросов, вы ждете, что они прочитали Они пришли, а вы подготовили беседу То есть вы подготовили вопросы, которые вы начнете им задавать Раскручивать их на общение Вот в гуманитарных областях также должны строиться семинары Но часто мы видим, такие семинары нет И у нас сейчас, как в школе предлагают В школе в УЗИ использовать интерактивные методы обучения Как будто это какое-то новшество Как будто никто не использовался Сейчас мы вам расскажем, покажем, будете этим пользоваться Вот интересно, на эту тему прошутил Тоже вот Макаров Андрей Иванович Я вас сегодня упоминал Загуглите, найдите, он очень интересно шутит И непонятно, кстати, где он шутит, где он троллит Когда его спрашивали Какие методы используете ли вы, новейшие методы в обучении И он говорит, я использую старейшие методы А старейшие методы, это как раз и есть Вот то, что нам сейчас предлагают Мы как бы зачистую монету Да, действительно, сократический метод в обучении Интерактивное обучение, это как бы новейшие Да какие новейшие, что за чушь вообще нам вешают на уши Потому что вот общение, настоящий семинар Вот то, что интерактивное обучение Это старейший метод обучения Так и должен строиться семинар Вот мы говорим, сейчас мы откажемся от лекции у нас будут там муки, шмуки. А чем же будет заниматься преподаватель? Преподаватель, наконец, будет учить. То есть, ну, должна быть, конечно, лекция. Ну, лекцию можно по-разному поставить, можно ее в записи приложить. Но обучение-то не только на лекции строится, но строится на семинарии. Вот самое ценное, это вот практика общения с человеком, который направляет тебя, который задает тебе вопрос. Ты там прочитал, не прочитал? А он тебе задает вопрос. И он не спрашивает тебя, вот ты подготовил этот вопрос, чтобы прочитать эту свою простыню на 15 минут написанную. А он тебе задает конкретный вопрос. Ты понимаешь, не понимаешь? Ну, хорошо, ты не читал. А как ты думаешь? А что другие по этому поводу думают? То есть, вот в такой форме обучения оно должно быть, оно остается, его никто не отменяет. Но оно требует от нас совершенно другого уровня подготовки. Я вот часто думаю о том, как мне строить мои практические задания по математике, потому что на математике, естественно, специфика другая. А студенты у них своя специфика, они очень многого не знают. Со школы приходят, вообще ничего не знают. Часто приходится какие-то базовые вещи с ними повторять. И это же проблема, потому что я на самом деле много у нас со школы не помню. Я думаю, что они должны выполнить. Я вам скажу, сейчас у них все получится. Они же знают. Приходится вместе с ними. Вместе с ними как-то строить эти занятия, принимать этого внимания. Хорошо. Вот еще Надежда Васильевна говорит. А как быть в начальной школе с таблицей умножения? Вот хороший вопрос. Репертуар тех вещей, которые должны быть записаны. Записаны непосредственно в нашей голове. То есть, то, что нужно помнить. То, что нужно помнить своей головой. А есть вещи, которые не обязательно помнить своей головой. Они могут быть в процессе запомниться, когда мы будем отрабатывать какие-то навыки. Потому что, помните, коллеги, мы же все это проходили. Все же учились в советской школе. Особенно те, кто имеет методическое образование. Любое знание усваивается в структуре деятельности. Вы предлагаете деятельность, какие-то навыки. Отрабатываете, предлагаете какой-то конкретный материал, на котором эти навыки отрабатываются. А вот этим материалом является информация. А информация, усвоенная в процессе отработки навыков, становится знанием. То есть, сформированным чем-то, то, что мы в том числе и помним, умеем и так далее. Хорошо. Вот еще вопрос. Адаптировать и использовать. Хорошо. Игорь Алексеевич пишет. Ой, я так люблю про таблицу обнажения. Не удержался и сделал в нашей СДО курс. Даже адаптивное обучение применил работы. Замечательно. Олег Васильевич говорит. Репродукция – это функция мозга. Ну, да. Как функция памяти, скажем так. Что-то нужно воспроизвести в точности. Ну, вот насчет ценностей мы говорили. Репродукция чего? Смотрите, если я... Вот как работает база данных? Есть такие базы данных, например, Шазам. Как работает Шазам? Вас интересует какая-то песня? Вы можете, вы слушаете эту песню, когда она звучит, вы включаете Шазам приложение на телефоне, оно как бы слушает эту песню и говорит, что это за песня, кто ее исполняет. А есть такие системы, ну, вот какие-то прототипы, по-моему, был такой прототип. Я вот не помню, чтобы не соврать, мне кажется, было такое приложение тоже, которое позволяло напеть. То есть, вот я не помню автора, да, но у меня есть репертуар каких-то отрывков произведений. Я помню какие-то там отрывки, там, начало стихов, там, первые строчки, еще что-то. Да, то есть, вот то, что я помню, и оно становится, да, вот смотрите, опять же, в русле нашего вот этого продвига, который я предлагаю, оно становится поисковым запросом. Напеть, и вот там ария из оперы, да, какая-то, или там прочитать стих, или вбить его, может быть, руками в телефон, и вот вам весь стих, да, то есть, что-то, какие-то вещи необходимо помнить наизусть. И для этого как раз вот нужна репродукция. Репродукция, она как строится? Вот, во-первых, преподаватель что-то произносит, да, и требует повторить. Или, может быть, преподаватель вовлекает какие-то, вот, скажем, детский школьный театр. Это же тоже репродукция. Зачем 10 тысяч раз ставить не те же сценки? Давать там спектакли, если его можно снять на видео и просто показывать, да, там, вот, сам опыт участия в этом и вживание в роли. А кроме того, репродукция, репродукция. То есть, мы для чего это воспроизводим? Для того, чтобы это стало, она, частью нас. Хорошо. Хорошо. Есть база, которую нужно помнить, но, опять же, в эту базу будут пытаться впихнуть все, говорит Ольга Алексеевна. А это наша задача, что туда впихнуть? Вот, я же не просто так говорю, ориентировочная основа действия. Если вы возьмете книжку, старые книжки, есть книжка Талызина Нины Федоровны, она называется «Усвоение знаний», по-моему, как она так называется. Там она описывает эксперименты и работу наших советских педагогов-психологов. Прошу прощения. Значит, она говорит о том, что все школьные правила пунктуации, да, все пунктуационные школьные правила по русскому языку, удалось обобщить в трех, всего трех ориентировках. Вот эти три ориентировки, вот они писают эксперимент, да, после того, как их усваивают ученики, думайте, всего, вот, я даже не буду на пальцах показать, не знаю, как, вот, три пальца, да, три правила, если ученики их запомнили, научились пользоваться этой ориентировкой, они перестают делать ошибки в заданиях на пунктуацию. И вот Нина Федоровна там пишет в книге, что они делают меньше ошибок, чем учителя, которые помнят, да, помнят правила русского языка. И потом она очень интересную фразу пишет, она цитирует работу наших авторов, я очень хотел ее найти, но так не нашел, там, по-моему, была ссылка у нее в библиографии, что все правила русского языка, они собрали в 22, подумайте, 22 ориентировки. Весь русский язык, ну, в смысле, имеется в виду письмо, да, 22 ориентировки. Если вы их усвоили, вы их отработаете, вот, развивающее обучение, вот мы постоянно слышим, да, оно основано там на усвоении вот этих ориентировок, и там спорить о том, как их давать, давать готовую ориентировку, или там ставить проблемы перед учениками, чтобы они выработали эти ориентировки, неважно, вы можете им просто дать вот эти 22 ориентировки, и они будут грамотно писать по-русски. Ну, плюс там еще им надо какое-то словарь иметь внимание, да, подумайте просто, да, что впихнуть, вот это все уже было, это все уже было, Нина Федоровна, эту книгу написала, она издана в 70-е годы. Работа, на которую она ссылается, это 60-е годы. А мы сейчас с вами обсуждаем там блумок, электронное обучение, адаптивное, что за чушь вообще, да, адаптивное обучение, там какой-то, тренажер какой-то дурацкий, где вы там 10 тысяч раз должны ответить на какой-то вопрос, там, правильно букву О или А вписать, и потом вы, как вот этот, когда обезьяна в ящике Скиннера, там, нажимаете на кнопку, пока эта кнопка у вас там уже, на одну кнопку вы помните, потому что здесь больно нажимать, и больно нажимать не потому, что это неправильно, потому что у вас мозоль на левом пальце, да вот правым пальцем на правую кнопку нужно нажимать, вот здесь в этом случае буква О. Ну, это же, это же, вот еще раз, как говорит Андреев, гребаный стыд. Ну, коллеги, но честное слово, у нас, в нашей советской школе все это есть. Мы просто пытаемся как-то это актуализировать, потому что это очень актуально, и это очень интересно, и очень ложится на цифровизацию. Давайте дальше пробегу, потому что нам нужно еще успеть очень быстро рассказать, я уже все время потратил. Ну, про цифровизацию, может быть, мы потом еще скажем, про портфолио я вам просто расскажу. Вот, для чего нужно портфолио? Даже давайте пролистаем. Провокационный вопрос тоже, потому что сегодня опять эти портфолио, портфолио, там, Московская электронная школа, портфолио ученика у нас в ВУЗе там положение разработали портфолио студента там нужны там тряки то цифровое портфолио одно на всего не очень понимаете чем разрабатывать положение у цифрового портфолио в университете в нашем например да если будет единое цифровое портфолио то есть это говорит о том что вот наши наши у нас должны будут вurgите trembling заниматься они сами не понимают да что к чему мы идем по ту перед Chi понятно что есть единый цифровой паспорт да зачем нам это нужно если все это будет на федеральном уровне. Но вот это не только у нас такая проблема. Это в разных местах это делают. Так вот вопрос, зачем нужно портфолио? Аутентичность оценки. Что такое аутентичность оценки? Все не может влезть в тесты, которые мы даем в школе. Что-то проходит мимо формального тестирования, но хотелось бы тоже это учесть как интегральную форму оценки. Вот аутентичность портфолио, если туда включать какие-то достижения, какие-то примеры работ, вот вам будет аутентичная оценка. Или может быть портфолио, это мобильность студента, академическая мобильность, то есть он свои достижения и школы может принести в университет. То есть если в университете при поступлении учитывается портфолио школьное, вот вам академическая мобильность, какие-то достижения может даже как-то учесть, что-то где-то зачесть. Или переходя между университетами, или может быть приходя на работу, вы приносите с собой этот огромный багаж чего-то, что вы там надостигали, и работодатели не глядя на это, что-то вам какие-то дополнительные бонусы выдает. Или, может быть, портфолио вообще ни для чего не нужно. Это просто фигня, о которой модно говорить. Вот вопрос, портфолио нужно или не нужно? Вот Юлия Борисовна пишет. Так, там выше какой-то комментарий был, который мы... Я, видимо, пропустил. Я прочту. Наш докладчик очень интеллигентный, умный человек. Он на стороне Лихачева. Ну да, я на стороне Лихачева еще по одной причине. Потому что я, к сожалению, у меня очень большие пробелы. Если говорить, например, о художественной культуре, я утешаю себя тем, что, может быть, я и не образованный такой, но такой интеллектуальный не вижу. Надеюсь, что если я не образованный, то хотя бы я интеллектуальный. Так, Юлия Евгеньевна пишет. Студенты, получающие высшее образование как часть профессии, уже сейчас недовольны довесками. Из общечеловеческих дисциплин приходится объяснять, что просто профессию получить можно было в колледже. Вот, коллеги, это огромная проблема, потому что все работают против нас, честно. Я вот считаю, что ношу воду в решете, потому что я со своими студентами очень много разговариваю. Я с ними очень много времени на них трачу. Если кто-то смотрит мой инстаграм, то мне иногда даже шутят, там вообще учитесь или нет. Парой ведете, не ведете. Я постоянно с ним, мы с ним общаемся, там у них какие-то праздники, мы с ним на концерты ходим. И вот я пытаюсь как-то обсуждать с ним проблемы, помимо тех вот предметов, которые они изучают, потому что я им еще и предметную помощь оказываю, но это никому не интересно в инстаграме же. Там про другое, там песни, пляски, праздники, красивые фоточки. Вот я тоже очень люблю фоточки. И проблема в чем? Вот я пытаюсь с ними говорить на тему то, что вот учение, да, учение. То есть в университете ты имеешь возможность какое-то время не работать, да, просто не работать, находиться среди людей, во-первых, равных тебе по статусу, которые освобожатся свободно от работы, а не учатся. То есть вам у государства выделяют какое-то время. У вас официальный статус, то есть вы не тунеядцы, вы студенты. С вами общаются взрослые люди, интересные люди, с которыми можно и нужно спорить, особенно если они вас раздражают или не нравятся, то нужно спорить с преподавателями, это же классно, это такой опыт, когда умный человек тебя задвигает, или ты там пытаешься его задвинуть, и в споре рождается какая-то истина. А в это время, да, вот что происходит? Против меня все, потому что у нас есть всевозможные там люди, которые пытаются трудоустроить наших студентов, сделать из них раньше времени репетиторов, или у нас вот на расхват студенты их в школу берут. Вот третий, четвертый курс уже берут в школу, потому что дефицит учителей. Вот если вы прочитаете в новостях, Министерство образования Московское, то есть федеральное, говорит, что в ближайшие пять лет будет дефицит учителей математики и физики, в Руссахалинске просто чума, провал. У нас огромный дефицит учителей математики и физики, особенно физики. И наши студенты, вот третий, четвертый курс, они уже подрабатывают в школе. То есть они какую-то нагрузку на себя берут. Но понятно, что они перестают учиться. То есть им сложно учиться, если они работают. А это одна проблема. То есть хорошо, если они, скажем так, это можно назвать стажировка, практика, еще что-то по теме. А те же ребята, которые устраиваются работать, какие-то официанты, еще что-то там. То есть ребята, которые сами себя обворовывают таким образом. Я вот всегда говорю, я не имею ничего против работы людей, которые занимаются обслуживанием. То есть понятно, что у людей бывают разные жизненные обстоятельства. Я все-таки считаю, что тот, который будет занят в сфере обслуживания непосредственно, это человек, у которого что-то все-таки не сложилось. То есть не он на ступеньку ниже, а его род деятельности. Это род деятельности на ступеньку ниже. Потому что он прислуга, по сути. И вот как вот объяснить ребятам, что это, ну, как бы в их терминах стремно вообще заниматься этим, когда у тебя есть официальный статус студента. Родители, вроде родители на тебя, они на себя, ну, потерпи, ты хочешь свою семью, но потерпи, ты же там еще замуж не вышла, не женился. Тебе там не нужно никому на себя тащить, детей у тебя нет. Когда есть дети, это другая совершенно ситуация. Зачем вот они впрягаются в это все, когда можно было бы потратить время на то, чтобы немножко развиться. То есть я вот им пытаюсь объяснить то, что вот они просто не знают, чего они не знают. Что вот человек образованный, для него жизнь совершенно в другом качестве предстает. Да, вот тоже иногда смеются тоже. Ну, вот мы со знакомой тоже обсуждали. У нас такая проблема была. Мы как раз вот после 30-ти много думали над тем, как вот у нас складывается, не складывается жизнь. И вот за что себя можно уважать, за что себя нельзя уважать. И доходило до смешного, что люди, которые слишком приземлены, ну, скажем так, они такие претензии к ней предъявляли, что у нее даже на айфоне старый чехол. Ты вот несколько лет гоняешься со старым чехлом. Не хочешь ты себе новый. Это же стрёмный, это стыдный. А я вот, как бы у меня такая позиция была, что я и говорю, ну, ты знаешь, как бы у меня есть вещи, помимо чехлов от айфона, за которые я могу себя уважать. Вот ребятам я тоже пытаюсь объяснить, серьезно пытаюсь сказать, потому что, ну, понимаете, в жизни бывают такие ситуации, когда ты будешь на дне. Да, и бывают ситуации, когда у многих люди ломаются же, они доходят до суицидальных состояний. Это не шутка, как бы, это не попытка преувеличения гипервола сейчас. Это действительно люди оказываются на грани суицида. Когда вот на него навалилось, на него нажали, надавили там, и он понимает то, что, ну, вот не сложилось, да, и вот сейчас все, жизнь, жизнь, коту под хвост, и вот я никто. Вот у меня такие ситуации периодически бывают очень часто. И я отталкиваюсь со дна, да, так чтобы всплыть, потому что я, мне есть, да, за что себя уважать. Может быть, я плохой преподаватель, да, может быть, я плохой человек, ну, может быть, там, кто-то меня ненавидит, да. Но и это все, действительно, я не лучший преподаватель, не лучший человек, там, для кого-то я был наказанием, с кем-то я себя и был просто отвратительно. Вот. Но у меня есть что-то, да, вот, и мне неинтересно жить, самое главное, да. Ну, как же так, я лишу себя всего вот этого. Вот это для образованных, это для образованных людей. И вот проблема в том, что когда мы пытаемся их образовать, вот этот интернет, который кричит, да, это же не только интернет. И вот эти люди, которые их окружают непосредственно, которых окружают, ну, даже вот в общежитии студенческом, потому что там же тоже, там, давай, там, подработай, еще там что-то. Или там даже выпей с нами, да, то есть вот ребята в общежитии бывает спиваются, то тоже большая проблема. Или там все работают официантами, все работают продавцами, что бы я ни работал, да, или вы что это имеете против, да, вот мне тут тоже иногда на меня так усосмотрят, типа, что там, где надо же быть толерантным, надо быть толерантным. И как объяснить, да, что ты хороший, я тебя люблю, ты красивая, симпатичная, интересная девушка молодая, я не люблю тебя как официантку, да, то есть вот как вот объяснить между ними, а я считаю, что вот это, ну, нельзя так, ну, что вы, то есть у них вот, вот как-то вот надо формировать это, потому что все сейчас против нас, да, все против нас, очень сложно объяснить им, что, очень сложно объяснить им, что правильные, ключевые слова в голове, да, они позволяют быть вот в этом интернете немножко в другом качестве, действительно получать удовольствие от жизни. И удовольствие от самого себя получать, это тоже очень важно. Вот у меня сейчас стали смеяться надо мной, то, что, ну, немножко так подшучивать коллеги, что я такой выпендрежник, у меня такой образ стал меняться, то есть, если вы посмотрите на мой инстаграм, ну, вот, что там, селфи, еще что-то, ну, вы знаете, я подумал, почему бы нет, на самом деле, нужно показать ребятам, что человек должен тоже любить и уважать себя. И вот я это делаю в такой, немножко, ироничной форме, такого, юродства, самолюбование, да, ну, почему бы нет, это, естественно, объясняю ребятам в жизни, немножко другое, да, потому что в интернете это так утрировано, ну, посмотрим, куда меня заведет этот эксперимент. Хорошо, коллеги, вот, наконец, последнее слово, да, и я от вас отстану. Сейчас быстро пробегусь по чаду, если вы еще не устали от меня. Олег Васильевич Мирбунов говорит, репродуктивная функция не памяти, а мозга, память, функция мозга тоже, это нейрокогнитология. Ну, Олег Васильевич, я на самом деле хочу сказать, что есть разные подходы, точно так же вот психологию можно по-разному обсуждать, точно так же вот, как я сегодня говорю про, то есть это спорно, да, как мы определяем, что если память взять как высшую функцию, то у нее можно там отдельно подфункции выделять, ну, вот одна из функций вот непосредственно вот у тебя щелкает сразу же, да, вот ты сразу же чепок и вспоминаешь, да, вот такая мгновенная, да, вот функция памяти, я вот об этом говорил, репродуктивный метод, он обычно асссоциируется с тем, чтобы помнить, чтобы на зубок прям, хотя можно, конечно, по-разному говорить, Александр Александрович Андреев говорит, почему вы не опираетесь на таксономию без палька, а берете американца без палька, травкин патриотичный звучит, а, но это может быть не мне, вот коллеги, вот Александр Александрович, тоже я, знаете, я вот удивляюсь, я сколько хожу сейчас на, и вот у меня брат учится сейчас на педагогическом образовании, у них тоже рассказывают классификацию методов обучения, и там вот какая-то, не знаю, я тоже брату говорю, я вот ему так говорю, что за фигня, почему я не слышу, почему я не слышу, даже не без палька, почему я не слышу фамилию Лернер с Каткин, помните, наша классификация методов обучения по типам познавательной деятельности, вот как раз то, что я говорю, репродуктивный, проблемный, частично поисковый, поисковый, почему вот их не произносят, вот если посмотреть литературу, сейчас какие-то активные, реактивные там методы обучения, интерактивные, как бы, а где наше, где наше, я вот не слышу, потому что мы же пытаемся строить обучение, мы же, не важно, как мы, если мы, скажем, в кибернетике, как я, например, там кибернетический подход, в педагогике, то есть вот обучение, это как управление учением, да, вот управление учением, то мне же нужно знать, чем управлять, а как управлять, на каких уровнях управлять, если я управляю на каких-то уровнях, меня интересует познавательная деятельность, это не про то, что там знать, уметь, То есть вот эта вот американщина, а это про, в смысле, на каком уровне у него сейчас организована с моей помощью познавательная деятельность на уровне репродукции. А там очень сложный процесс на самом деле происходит, когда человек воспроизводит. Потому что если даже я слежу за тем, как кто-то другой решает задачу, я же иду по его шагам, я воспроизвожу эти шаги в своей голове, я решаю, восстанавливаю какие-то пробелы вслед за этого. Это очень сложно на самом деле репродукция, там сложный процесс происходит в голове. А потом там частично поисковый метод. То есть это же вот эта классификация, она очень важна. Почему мы ее сегодня не слышим? Куда она делась? То есть вот как-то в загоне наша педагогика, а там очень много, там все есть давно. Если вы откроете сегодня, почитайте Нину Федоровну Талызину, вот это ее книга «Усвоение знаний». «Усвоение знаний в учении», вот так оно называется. Там она пытается построить вариант программированного обучения на базе советской школы. И у нее очень интересно, она предлагает, она все рассматривает. Вот коннективизм, ассоциативно-рефлекторную теорию. Она рассматривает теорию поэтапного формирования умственных действий. Что если ящик скиннера, ну давайте ящик скиннера, ну давайте тогда ящик скиннера, в котором будут вот эти ориентировки. Вот эти вот три правила пунктуации, там не 100-500 примеров, в которых нужно расставить запятую. И вроде бы как ты после этого должен запомнить что-то, да, как скиннер. Он же там не интересуется, что происходит в голове ученика. Засуньте его в ящик и пусть он там нажимает кнопку. Правильно, неправильно, неправильно. Хлоп его там по голове ударили. Правильно, там дали ему конфетку. Вот такая вот агреканщина тупая. А давайте тогда вот, вот Талызина говорила, что если так, ну давайте тогда ему на ориентировки его натаскивать. Или потом же после Талызиной был еще 80-й Машбиц. Гергей Машбиц, там программированное обучение на базе вот как раз той кибернетической школы, да, вот наших харьковчан. Или они в Киеве, по-моему, в Харькове они были. То есть это все уже было, это нужно достать сейчас, потому что оно очень актуально. В русле цифровизации. А кстати цифровизация, вот смотрите, процесс обучения как вычислительный процесс. Если мы все-таки склоняемся к когнитивистике, тоже вот американский такой подход, да, там когнитивной психологии. Компьютер, голова компьютер. То есть в голове все-таки, в отличие от Скиннера, да, там не обезьяна с пустой головой, а человек, у которого в голове все-таки что-то есть. Но это что-то, это компьютер, там происходит обработка информации. Да, очень интересно, как она обрабатывается. Но вот я хочу сказать, что если информационный процесс, то давайте уже тогда не информационный, а вычислительный процесс. Потому что в чем разница? Вычислительный процесс, вот если мы говорим, да, вот в той же информатике теоретической, там принимается в обнимание обязательно, что есть вычислитель. Это физический процесс, да. Вычислительный процесс это не просто какая-то абстрактная обработка информации с помощью каких-то символьных преобразований, кто бы их не производил. Нет, тут есть физическая система, которая вычисляет процесс, в котором физическая система, получив на входе какую-то информацию, перерабатывает ее. А перерабатывает что происходит? Происходит смена состояния внутри этой физической системы и ответ информации на выходе это просто описание конечного состояния. То есть ответ в вычислительном процессе это описание конечного состояния этой физической системы вычислителя. Если мы подойдем к ученику с точки зрения вот этой цифровизации, то что же мы делаем? Мы давая на вход ученику информацию, нужно давать нужную информацию. Помните, вот эти 22 правила вместо 10 лет обучения русскому языку в ящике скиннера. Давая правильную информацию, мы провоцируем какой-то вычислительный процесс внутри. И нас интересует не то, что будет на выходе, а нас интересует чем закончится. То есть в какое состояние придет эта вычисляющая система. Почему вычисляющая система я говорю? Потому что мы дальше еще на следующих вебинарах будем говорить про киборгизацию. Вычисляющая система здесь, которая осуществляет процесс, это я плюс вот эти инструменты, которыми я пользуюсь, вот эти интерфейсы, которые опосредуют меня в цифровой образовательной среде. То есть я в цифровой образовательной среде. Вот чем интересна цифровизация? Там происходит опосредование. То есть я вместе с этими интерфейсами. Помните, вот это by OD, принеси свое устройство. Вот здесь будь своим устройством. То есть отбери часть этих ресурсов у цифровой среды, сделай их своим инструментом. И этот инструмент, он находит отражение в цифровом портфолио. И образование как вычислительный процесс направлено не только на прокачку, загрузить на меня кучу информации, а попутно еще вот здесь, когда информация будет проходить у меня, оставить и научить меня оставлять. Вот здесь нужны информационные запросы, которые позволят мне быстро в информационном обществе решать задачи, которые оно ставит передо мной. Последний вопрос, обещаю, отстану от вас. Информационная грамотность и цифровые компетенции. Коллеги, одно и то же или нет? Кажется, что туфта какая-то, когда мы говорим о цифровых компетенциях. Потому что мы говорили про информатизацию образования и продолжаем говорить. Если посмотреть национальные программы, они же там до 20-го года, то есть они не закончились. А тут какие-то программы начинаются с цифровизации. Что это такое? Это дублеж? Это одно и то же? Это просто мода какая-то или не одно и то же? Давайте подумаем. Именно конкретно этот вопрос. Но с точки зрения объекта у нас цифровизации, предмет у нас сейчас вопрос, который мы задаем. Цифровые компетенции и информационная грамотность. Одно и то же или не одно и то же? Как вы думаете? Просто да или нет? Да. Галина Ивановна пишет, нет. Нет, да? А, вот я еще прочту. Тут, мне кажется, интересный комментарий. Так пробежал. Секундочку. Евгения Юрьевна пишет, вообще сейчас человека треплют, таскают туда-сюда, учат, учат. А человеку надо оказаться в тишине перед лицом природы и вечности. Подумать, долго подумать, включить в эту мысль себя и мир, Бога и катастрофу. Поплакать и помечтать. Нет этого. Мы сейчас тебя развлечем, научим, делай с нами вот так, прыгай, танцуй, пиши. Коллеги, вот насчет поплакать тоже. Евгения Юрьевна, я хочу сказать то, что многие ребята даже плакать не умеют. То есть, вот я сейчас сталкиваюсь с ребятами, что вот как они себя ведут. Я вижу то, что иногда даже видно, что у них какое-то напряжение. Я не буду говорить, что они психически нездоровые, но просто видно, что у ребят какой-то постоянный праздник и перепады. Еще сейчас же очень модно искать у себя там какую-то клиническую депрессию, какие-то там панические атаки, выгрузки. Я рос, у меня были состояния вот в подростковом возрасте, которые я потом узнал, что это называется, оказывается, панические атаки, что там чуть ли не клиническая депрессия. Но я говорю, представьте, без таблеток, без психологов, без вот этих, как они там пострелись на лосо себе, там сделать, я же без этого выжил, я же нашел какие-то выходы. А они такие, ой, нет, нужно там кушать депрессанты, кушать еще и то. То есть, и в случае чего они вот надрыв, там еще что-то, и они даже заплакать не могут, чтобы разряд какую-то получить. А остаться наедине с самим собой, это же вообще ужас. Они же не могут остаться сами с собой, им плохо, им нужно отвлечь под праздник, еще что-то. И, кстати, вот мне тоже не нравится, как сейчас организовано обучение с ними, вот воспитательная работа, потому что она сводится в череде всевозможных конкурсов. Еще меня вот смущают эти всякие, выработка там навыков лидерства, да, вот когда детям устраивают на неделю, там на какой-то срок, какую-нибудь школу, когда их там загоняют куда-нибудь. Особенно вот эти там закрытые базы, на которых увозят, там где тренируют, там у них там праздник, 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 тренинги, тренинги, там эмоциональная раскачка бесконечная. А потом они возвращаются с всего этого, оказываются в обычной жизни, обычная жизнь кислая, серая, неинтересная, и у них начинается депрессия. А это, естественно, не депрессия, это отходняк, то есть у них должна наступить рефлексия, они должны сказать то, что, ну и что это, чушь, побегли-попрыгли, потратил время, да, чему я, собственно, научился, давайте по полочкам разложим. А в них случается, вот плохо, праздник-то закончился, жизнь скучна. Да, то есть вот, естественно, этому всему нужно учить. А человек, ну вот опять же, возвращаясь, да, человек образованный, человек интеллигентный, ему никогда не скучно, ему с собой интересно, ему даже нужно остаться с собой, чтобы в какое-то время себя полюбить. Как вот смеется на теме, кто делает фотографии селфи, а я говорю, ну вот посмотрите, человек делает селфи, он же любит себя. То есть он делает селфи, у него нет проблем, он остался один, он не пьет, да, он не гуляет, он там не дерется, не матом, не ругается. Он себя красиво ищет нужный угол, ракурс, он себе нравится, он себя любит, у него все хорошо. То есть он даже по этому показателю, даже по этому показателю он совершеннее и выигрышнее, чем вы в этой ситуации, когда вы не можете остаться одним, вам нужно обязательно выпить с кем-то, встретиться или заплакать на весь Инстаграм, рассказать, как вам плохо. Вот такие проблемы. Хорошо, коллеги, я отвлекся, вот мы спрашивали, информационная грамотность, информационная грамотность или цифровая компетенция? Елена Ивановна пишет, информационная грамотность включает цифровые компетенции наряду с цифровым потреблением и цифровой безопасностью. Вот я думаю, я думаю, что, как сформулировать, вот у меня даже записано, давайте, чтобы не сбить. Вот еще тоже иногда смеются, говорят, что если человек читает, то он дурак по бумажке, да. Я всегда ребятам с вами говорю, что, ребята, есть академическая культура, что человек, который написал доклад и читает его, он вас уважает, потому что у него хорошая, отточенная фраза, отчеканенная. Вот у меня где-то была отчеканенная фраза, сейчас я вам ее найду. Значит, что я хотел сказать, что... Ой, бру, у меня была ментальная карта. Вот, если кому-то видно. Кстати, очень удобный интерес, очень удобный, интересный инструмент. Я, на самом деле, очень осторожно отношусь к этому, к этим всяким тренингам, там, инфобизнесу, еще чего-то, где в случае, там, как можно жить, там, какие-то карты рисовать, схемы. Ну, вот ментальные карты, я всеми руками за это, не глупость, она действительно работает. Значит, что у меня записано? Есть разница между работой с информацией, вот информационная грамотность, это принципы работы с информацией, а работа, вот цифровые компетенции, это работа с интерфейсами, это практика. Вот, цифровая образовательная среда, она представлена набором интерфейсов, да, вот мы чуть позже еще снова о них будем говорить на следующих вебинарах. Я считаю то, что цифровые компетенции, они должны быть направлены на это, да, то есть, вот как тот самый протез, да, протез знаний, как им овладеть, именно в качестве орудия, да, вот моего орудия. То есть, если информационная грамотность, это вообще, то есть, вам нужно общее определение, вот я вам предлагаю общее определение, как вариант, да, от меня. Что информационная грамотность это вообще общий руководящий принцип, а цифровая компетенция это вот именно овладение вот этим протезом, протезом знания, о котором мы говорили, в качестве орудия, которым я непосредственно служусь, непосредственно служит мне, которым я непосредственно пользуюсь. Хорошо. И последний слайд, я обещал, что это будет конец, последний слайд у меня, я вас не обманул, спасибо за внимание. Если кто-то хочет меня найти, продолжит со мной общение, я сейчас не очень активен, может быть вы меня раскачаете, активность на фейсбуке, я всегда смотрю, кто ко мне в друзья просится, добавляю коллег. Итак, на фейсбуке, если вы зайдете, там вот можно ввести этот адрес facebook.com, касая черта, и после нее иван.травкин, вы попадете на мою страничку. Либо вы можете на фейсбуке в поиске написать, вот как раз иван.травкин, вы меня найдете, либо вы можете зайти в гугл, либо если у кого-то уже есть протез там где-то в голове, да, вот можете написать два ключевых слова, фейсбук и вот слитно, иван.травкин, вы меня найдете. Коллеги, большое спасибо, если у вас есть какие-то, какие-то замечания, комментарии, еще что-то, если вы хотите меня поругать, поругайте меня. Вот я, знаете, у меня, как бы, когда я стал на инстаграме с ребятами общаться, я так немножко, конечно, троллю там периодически, и я вот подумал, потому что, ну, конечно, кому-то я могу нравиться, кого-то я откровенно достал, и когда я какое-нибудь голосование делаю, у меня всегда есть вариант, там, как бы, не кондобрительного, а есть вариант, там, отписаться от меня, да, что там, или там, как ты надоел уже, да. То есть, если кто-то хочет выразить отрицательную такую ноту, пожалуйста, это на самом деле всегда замечательно, я благодарен за любую обратную связь. Во всяком случае, да, если вы мне скажете, что сегодня было все очень плохо, ну, я начну думать, почему все было очень плохо, это будет полезно. Вот если вы скажете, что все было очень хорошо, ну, замечательно, я очень рад, что все было очень хорошо, вот, но и отрицательные моменты, я перечитаю весь чат, ну, вот, видите, я старался говорить поменьше, но много информации, к сожалению, много я хотел вам сказать, впихнусь в вас, вот, не смог я вычленить те три ориентировки, которые были важны. Но я думаю, следующее, да, вот давайте вернемся быстро к слайду, кто еще с нами, к слайду, где был план, я очень кратко скажу в качестве резюме. Да, значит, мы движемся к тому, что ученики, если мы их будем учить, что они рано или поздно начнут пользоваться цифровыми устройствами, как вот этим протезом знания, что они быстро будут щелкать, мы им говорим, они тут же находят, мы их будем учить тому, как быстро находить нужную информацию. Не как запоминать, да, вот кучу всего, а запоминать только основное и быстро находить, да, вспомнить все, потому что все, это все, оно уже там есть. Во-вторых, Блум 3.0, да, Блум 3.0, Блум от Травкина, нету больше знать, да, знать нету, есть сразу понимать, понимать в смысле распознавать образы, да, воспринимать в информации, которую мы даем, сразу ключевые какие-то моменты. А что значит воспринимать? Выделить эту ориентировку, эта ориентировка, она в процессе ее выделения как раз происходит усвоение знания в процессе деятельности, деятельность какая-то, мысленная деятельность, там может быть практическая деятельность и так далее. И формулирование ключевых слов, вот ключевых слов. Вот эти ключевые слова, они вот третий фунт, опять про портфолио, они становятся основой цифрового портфолио. Я еще, на самом деле, сейчас работаю над статьей, как бы такой анонсик небольшой, не знаю, как скоро эта статья родится. Статья там проблематика, по проблематике цифровизации, вот одна из проблем как раз с пониманием того цифрового портфолио, что должно быть в нем, потому что я считаю, что мы сейчас в принципе не понимаем и неправильно понимаем, ну, вы можете хоть с вами согласны, кто я такой, чтобы судить, да. Но вот я считаю, что мы неправильно понимаем, что такое портфолио, каким оно должно быть. И очень важно сейчас вклиниться с этой мыслью, которую я потом чуть позже разовью, вот что должно быть в цифровом портфолио. Я считаю, что там должны быть как раз вот эти ключевые слова, потому что ключевые слова, ну, не просто облако тегов, да, ключевые слова, вот именно запросы, которые ученик формулирует. Потому что как понять, вот еще один вопрос, как понять, насколько человек образован. Вы просто посмотрите, какие вопросы этот человек себе задает. Вот если человек в 30 лет какие-то вопросы еще себе не задал, то для меня этот человек будет простой человек. Если он дал какие-то очень интересные вопросы, даже интереснее, чем я успел себе задать, я же вообще даже не успел подумать об этих вопросах, то тогда, значит, я буду простой человек на его фоне. И это тоже повод для того, чтобы порефлексировать, может быть, сначала расстроиться, потом отлопиться от дна и немножко понять, куда мне следует шагнуть, в каком направлении. Это все очень интересно. Вот портфолио, оно должно отражать эти вещи, как мне кажется. В цифре это интересно сделать. И в цифре это важно сделать, потому что мы готовим человека в информационном обществе к тому, чтобы он двигал информацию. А чтобы он двигал информацию, ему нужен этот инструментарий. Портфолио должно содержать этот инструментарий. Хорошо, и последнее, вот цифровая парадигма. Я говорю о том, что да, цифровизация, нет, мы от нее не уйдем. И на образовательный процесс, если уже мы страдаем этой коннективистикой ужасной, что делать, то давайте уже тогда говорить не о информационных процессах, давайте говорить о вычислительных процессах. А это очень удобно. Я же говорю, что цифровую среду очень удобно концептуализировать с точки зрения цифровых интерфейсов. Цифровые интерфейсы, они в нашей дидактической системе находятся в категории, они связаны с формами обучения, это внешняя сторона. Но из самой зависимой категории в дидактической системе она теперь становится определяющей категорией. И тогда, соответственно, вот цифровая парадигма, какой там личностно ретирный подход, какие там компетенции, нет, цифра. Цифра, компьютеры, постгуманизм, да, не гуманистическая, постгуманистическая парадигма. И, значит, человек, он как вычислительный процесс происходит, да, и в этом вычислительном процессе есть несколько слоев, несколько уровней. Вот мой смартфон, есть моя голова, и здесь происходит какая-то обработка информации, какое-то вычисление, и образованный человек – это тот, который, пропустив через себя, он может пропускать через себя разную информацию. Не все читают одинаковые книги, книги можно читать разные. Но важно, что все образованные люди, пропустив через себя вот эту информацию, у них вот здесь есть что-то полезное, а не просто закладки на какие-то дурацкие, там, немасики, русский рэп скачанный. А вот здесь, а вот здесь у них какие-то ключевые ценности. И фрагменты ари-оперы, стихов, классиков, произведений каких-то, да, то есть то, чем человек живет. Коллеги, у меня все, я ставлю точку. Еще раз, если вопросы, вопросов, вот я буквально последнее посмотрю. Здесь Юлия Борисовна пишет, в отличие от чеховского времени мы развиваемся в условиях жесткой рыночной конкуренции, мы идем голова к голове в конкуренции США, Китаем, Европы и так далее. Ну, так, самопонимание, уход от конкуренции. Про конкуренцию могу сказать так, что капиталистический запад, это конкуренция, выживет самый хитрый, да, кто первый всех угрохал, тот и победил. Ну, и тот, кто больше денег успел заработать, тот победил. Советская система, это кооперация, да, то есть кооперация, это соревнование, не соперничество, да, я там всех убил, я победил. Не обязательно я оказался самым достойным, просто я всех убил, я победил. А соревнование, это соревнители. Есть несколько человек, которые с орбением подходят, вот честно на совесть к чему-то стремятся, то есть у них моральный принцип, движущий их деятельностью, да, вот еще тоже вопрос о формировании мотивов, да, к учению. И он соревнуется с другими, да, то есть у него цель не уничтожить их всеми правдами и неправдами, а у него цель вместе, да, вот показывая, кто лучше. Сегодня я лучше, завтра ты лучше, ну, вот я у тебя подсмотрю, я сделаю так же, как ты, может быть, я даже шагну чуть дальше, ты у меня подсмотришь, тоже соревнешь дальше, да, то есть соревнование. Нужно, ну, мы от конкуренции не уйдем, нужно конкуренцию, по крайней мере, в образовательном процессе преобразовать в соревнование, да, соревнование. Нельзя без соревнования, потому что без соревнования, это вот получается-то толерантность, такая больная толерантность, когда, да, вот я говорю, какой-нибудь чудик себе там на лице татуировку набил, и мы говорим, ну, кто мы такие, чтобы его судить, да. В смысле, кто мы такие, мы, те, кто вправе, должен его судить и сказать ребятам, то, что, ну, вы что, не видите, что он дегенерат, да, то есть дегенеративная культура, да, там, дегенеративная музыка, не артист, а дегенерат, да. Кто я такой, чтобы его судить? Я образованный человек, я понимаю, что вот это да, вот это нет, а вот этот человек достойный, вот его нужно слушать, на него нужно равняться, да, то есть, а дети должны между собой сравнивать, что в соревновании, вот он одного слушает, да, другой слушает русский рэп, и все ему говорят, фу, ты что слушаешь русский рэп, ну, ты что? Да не то, что ты дурак, да, не буллинг, не издевательство, а, ну, посмотри, какой ты красивый, какой ты хороший, какой ты умный можешь быть, ну, зачем тебе слушать вот этот, вот этот, как еще раз говорит Макаров, гребаный стыд, он тебя не достоин, ты достоин лучше, да, то есть, вот соревнование должно иметь целью, это конечная цель, да, а соперничество и конкуренция, оно там, там, ну, выиграл дегенерат, ну, с деньгами оказался, ну, то есть, вот такого быть не должно, да, то есть, от соревнований, от соперничества и конкуренции нужно находить пути к кооперации и соревнованиям. Коллеги, думаю, я вас уболтал, нужно поставить точку, вы тоже можете поставить точку, закрыв окно, спасибо, если вопросов, если вопросов больше нет, я весь чат прочитаю, кто хотел оставить свои контакты, либо найдите меня в фейсбуке, мы можем с вами продолжить обсуждение, приходите на следующие вебинары, большое спасибо за то, что вы меня слушали, запись тоже будет, вот если кто... Дорогие друзья, давайте поблагодарим Ивана, очень интересно, я все время порывался вставить свои реплики, мне, например, в последнее время очень интересно, если можно так сказать, нулевая грань, не грань, а как это сказать, нулевой уровень блума, это иметь представление, я вдруг недавно для себя понял, что это очень важная вещь, это совсем не отсутствие знаний, а это как раз база для вот того самого поиска, который потом будет, потому что человек, который не имеет широкие представления, он потом не будет иметь и знаний, и пониманий, и так далее, вот, и, кстати, Директ Академия направлена как раз на формирование именно этого уровня, мы редко обучаем, но мы очень много просвещаем, вот, я надеюсь, что сегодняшние наши... Да, 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 совершенно верно, мы, и наши спикеры, они, как раз вот тот состав базовых ключевых слов, которые потом должен человек запомнить, и по которому потом искать, они создают облако вот этих вот слов, и это очень здорово. Вот, я только недавно на четвертом году существования Директ Академии стал это осмысливать как-то. Всем огромное спасибо за активное, активнейшее, можно сказать, обсуждение сегодня. Вот, я в чате разместил информацию о следующем вебинаре Ивана, он примерно через месяц состоится. Приходите, записывайтесь, будет, я надеюсь, снова интересно. Иван, до свидания, коллеги, до свидания, до новых встреч в Директ Академии. Да, вот сейчас пока, если кто-то еще остался, я скажу, вот, быстро зацепил взглядом, вот, Павел Юрьевич, вы говорили, что традиционная ментальная карта побуждает к иерархическому мышлению, это скорее плохо, я предпочитаю ментальные карты со свободными графами. А это, кстати, тоже интересно, потому что я, вот, наверное, я всегда что-то не договариваю, вот, интересно, именно важно договорить, что как я пользуюсь ментальной картой, когда у меня собрано большое количество материала, этот же материал необходимо в какую-то последовательность упорядочить. Вот ментальная карта как раз нужна не для того, чтобы представлять информацию, да, вот в процессе поиска, а у меня куча заметок всегда в процессе поиска, там просто мишанина огромная. А я потом ее перечитываю, 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 и начинаю постепенно строить ментальную карту, просто чтобы выстроить последовательность. Ну, естественно, то есть вебинар, он должен быть, и любая речь, она должна быть выстроена в какой-то последовательности, то есть мы неизбежно в какой-то план это все трамбовываем. А так-то, конечно, собирать и пересобирать можно по-разному. Ну и вот инструменты, которые позволяют по-разному организовывать. Есть еще концепт-карты. Помните, там же не только ментальная карта, есть концепт-карты. Я вот говорил как раз именно про иерархическую ментальную карту. Мне кажется, что для подготовки к связанной речи, вот это замечательный инструмент, который позволяет очень быстро актуализировать в нужной последовательности. И что-то выбросить. Мы же все пишем статьи, да, вы знаете, когда пишут статью, много всего хочется написать, как рекомендуют люди то, что если не встраиваться в выбросе, в следующую статью поместишь, то же самое здесь, вот ментальная карта, она помогает много выбросить. И раньше времени не сказать о том, о чем хочется сказать на следующих вебинарах, так что я вас тоже желаю.